Ну, доброго времени суток, дорогие детишки! Ааа, сука, блин, как же меня это бесит, эта херня! Как и было обещано, посмотрел я таки до конца. Художественный фильм The Snow 2, производство Нетфликса. Прямо на Нетфликс залили, вот. Не постеснялись эту хероту, блядь, выложить, сука! Да, вот я вчера успел половину фильма посмотреть, потому что мне на работу надо было решительно рано вставать. А сегодня я досмотрел остальную половину фильма. Я, в принципе, за пять минут уже понял, ну, как и вчера было обозначено, за пять минут понял, что меня ждет тотальная ахинея. Ну, накал этой ахинеи я себе представить даже рядом не мог, насколько все просто плохо, без затей. Но, для тех, кто не в курсе, когда-то давным-давно существовала манга The Snow 2, то бишь тетрадь смерти, которая выходила в каком-то японском журнале. На основе этой манги сняли очень годный кошерный сериал The Snow 2. Из двух сезонов, как уже было обозначено. Из них, из этих двух сезонов, первый был шикарный, второй гораздо слабее, но тоже достаточно интересный. Хотя бы в том акцепте, что нужен для понимания общего сюжета в целом. Ну, и, как бы, понятное дело, что интересно, чем все это закончится. Ежу ясно, что закончиться это хорошо не могло. Ну, для тех, кто не смотрел, я постараюсь не спойлерить его, хотя это вряд ли получится. Скорее всего, это никак не получится. И, в целом, вот, люто, бешено рекомендую посмотреть как минимум первый сезон The Snow 2. Потому что, если бы я взялся составлять списки лучших аниме, которые... Ну, не лучших аниме, а тех аниме, которые мне нравятся, лично мне, то The Snow 2 определенно был бы где-то в районе первой пятерки. Па любе! Вот. Несмотря на то, что он, в принципе, по большому счету, по большому счету, сделан для подростков японских. Ну, не только японских, конечно. Ну, в общем, для подростков. И поэтому, о чем, собственно, сериал, там все незамысловато достаточно. Костяк его состоит в том, что передается набившая оскомину мысль Федора Михайловича про преступление и наказание. Вот. Что, в частности, на этот костяк навешано мясо в виде сюжета, который нам повествует о неких гражданах, одному из которых попала в руки некая тетрадь смерти, Десыноту, вот, в который можно вписать любое имя, и человек, чье имя туда вписано, немножко помрет. Ну, и данный гражданин по имени Лайту Ягами, Ягами Лайту, если говорить точно по-японски, начинает туда вписывать и вина преступников. Вот. Для того, чтобы навести высшую справедливость в мире, естественно. Вот. А поскольку он, несмотря на то, что гений, немножко малолетний долбоеб, то, понятно, ничего хорошего из этого не выходит. Потому что он себя старается контролировать из последних сил, не убивать невинных и так далее, да. Но, поскольку Лайту является совершенно упоротым на всю башку, честолюбивым, честлавным мизантропом, который вообще ни в грош не ставит не то, что человеческую жизнь, а человечество в целом. И поэтому решает немедленно его возглавить в роли бога, ни много ни мало. Вот. Ну, посредством вот этой самой десеноту, в попытке искоренить преступность как таковую на земле. Ну, и ему это почти удается. Если бы не несколько других граждан, главенствующий из которых некто Эль, он же Рюзаки, который является мега-детективом пафосным, которых специально с помощью всяких психологических экспериментов выращивали в деком приюте для сирот. И неизвестно, кстати. Ну, может, вы понимаете, что-то говорили, я, честно сказать, уже не помню. Потому что в последний раз я десеноту пересматривал где-то два года назад. Первый сезон, опять же. А там многое раскрыто по поводу этого приюта было вроде как во втором. Не суть важно. В общем, главное, что в этом приюте готовили вот этих вот имеющих задатки гениев детишек с разными суровыми методами. От этого они по окончанию этого учебного заведения, если его можно так назвать, выходили оттуда немного поломанные на всю башню. Но в то же время являли чудеса дедукции и всякие другие вещи, полезные для расследования разных громких дел. Ну, и вот первый сезон построен как раз на противостоянии Лайту Ягами и Эль. И кто кого победит, тайна сие великая и есть. А второй сезон там уже присоединяются два подельника Эль, младшие по возрасту, которые, соответственно, завершают начатое расследование. Ну, и чем хороший этот сериал в целом был и сейчас является? Ну, понятное дело, что когда ты снимаешь сериал про гениев, желательно самому быть гением. Ну, чтобы твои гении не выглядели как тупорылые дебилы. В данном случае мангаку определенно ни хера не гений. Поэтому зачастую хочется немножко схватиться за лицо. Но не в этом прелесть-то как бы. И это не вызывает достаточной степени отторжения, чтобы это перестать смотреть резко, решительно, внезапно. А наоборот. То есть сюжет, главное, что построен таким образом и завершен в основном на психологизме. Вообще, в целом, это можно по большому счету назвать психологическим триллером. Ввиду того, что экшена там не то чтобы особо много, хотя он есть местами, ну, такой, весьма специфический тоже. Там больше как раз замес на том, чтобы на скандалах, интригах и расследованиях. Один, значит, старается люто-бешено всех лишних выпить, при этом оставшись, главное, в первую очередь, в живых, а желательно еще и при силе, которая дается этой самой десноту. Ну, чтобы потом, значит, рулить всем этим миром, новым прекрасным миром, который он построит. Ну, как и положено малолетнему дебилу, да. Даже гению. А вторые граждане пытаются через те же самые скандалы и интриги таки доказать, либо доказать то, что Лайту Ягами, Ягами Лайту является преступником, либо найти того, кто на самом деле им является. И все это происходит в основном в диалогах, которые грамотно выстроены. С учетом, конечно, специфики аниме как такового, поскольку у сериала есть определенный хронометраж, который следует блюсти. И бюджет, который был выделен на строго определенное количество серий. Поэтому местами в повествовании как случаются явные провалы во временной шкале, когда действие происходит стремительно, там, где не должно было такого случаться. А это, естественно, заметно больше к концу. Либо, наоборот, чрезмерной затянутостью и пустыми разговорами, которые ни к чему, в общем-то, не ведут, на первый взгляд. Большинство из них, по крайней мере. А некоторые из них в итоге оказывают существенное влияние на сюжет. Ну и, в общем, это все достаточно грамотно сделано. И главное, что интересно, чем все это закончится, в первую очередь. Поэтому лично я обычно первый сезон просматриваю марафором сразу весь. Там серии 20 с чем-то, по-моему. И, ну, за два дня из серии я его просматривал. Потому что когда начинаешь смотреть, уже начиная с первой серии, остановиться решительно невозможно. Просто никак. Второй можно там даже не смотреть его, на самом деле. Пофиг. А вот первый, он вот такой. Ну и плюс персонажи. Во-первых, раскрыты, естественно, в полной мере. В полной мере. И, несмотря на то, что являет собой достаточно стереотипичные, рубленные из полена типажи социопата положительного и социопата, соответственно, отрицательного. То, даже несмотря на это, все равно не скажу, что между ними есть химия, поскольку они одного пола. Хотя определенные гомосексуальные намеки там таки есть. Потому что Рюзаки пару раз неиллюзорно подкатывают некоторым образом к Лайту. В общем, не суть важна, но главное, что сериал просто отличный со всех сторон. Просто отличный. И тут вот, значит, подоспел Нетфлик со своей интерпретацией этого действия. Из самых первых сентенций и тизера, которые я оставил, понятно было, что это полное говно немедленно. Потому что оно не имеет ничего общего с первоисточником. Просто ничего. И что самое плохое, по итогам полного просмотра вот этого художественного фильма, я хотел, кстати, запилить тут еще скриншоты, но у меня, к сожалению, не получилось. Потому что в Нетфликс, в его плеер, определенно встроена какая-то херня, которая не дает стримить через ОБС, стримить куда-то еще, типа то, что показывает этот самый браузер. То есть окантовка, рамка браузера, десктоп, там все видно, а вот на месте кино как раз-таки черный экран. В то время как субтитры, например, видно прекрасно. Поэтому придется, я мог бы, конечно, нагуглить, но это займет слишком много времени. Не суть важная. Я хотел вот так сделать, но не получилось. Ну так вот, это все не имеет общего ничего абсолютно. По многим причинам. Ну, понятное дело, что они не могли в хронометраж полутора часов впихнуть 40-серийный сериал. Пускай даже 20-серийный, если мы будем рассматривать только первый сезон. Вот японцы, кстати, например, смогли, по-моему, в три часа они смогли это упихнуть. Потому что события первого сезона в двух фильмах там были рассказаны. Если меня память не подводит. Это было настолько давно, что я уже смутно помню. Но что мы видим? Завязка сюжета, понятное дело, такая же. То есть существует некий студент, он же школьник, по имени Лайт Торнер. То бишь, он америкос в этом всем, естественно. Ну, потому что не могли же его японцам сделать, правильно? Кто ж такой будет смотреть? Хотя, как казалось бы, да. То есть, по-моему, все равно, да. То есть, по-моему, это было похер. То есть, если бы этот фильм был просто хороший, его бы посмотрели решительно, невзирая на то, японец главный герой, сука, или, блядь, американец. Ну, ладно, они его сделали американцем, поселили в Сиэтле, вместо там какого-то пригорода Токио, да. Я уже тоже не помню. Ну, по-моему, да, там пригород Токио был, не суть важна. Вот. И если в аниме Ягами Лайтов был типа тупо гений, там умел все, решительно на высшую оценку и даже больше владел абсолютно всеми предметами, которые преподавали в школе, а он учился в вполне пафосной, престижной школе. То есть, кроме этого, сведущий в спорте был, причем во многих его ответвлениях, как в беге, там, в теннисе, даже в каком-то, в какой-то борьбе, там, то ли Тхекхондо у него было, то ли дзюдо, не, не дзюдо точно, что-то боевое, то ли карате просто, не суть важна. Короче, он там на все руки мастер, блин. Причем такой мастер, что, ну, просто писец, блин. Хоть сейчас на Олимпиаду отправляй из серии, да, ну, если бы говорить о спорте. А хотя, в общем-то, Олимпиады и по математике бывают. Поэтому, хоть сейчас на Олимпиаду отправляй, и он один, там, двадцатерых заборет в любом вообще. Ну, то есть, вообще, ад и Израиль. При этом ему похер, что вокруг происходит. То есть, с девками он, ну, как бы, особо не общается, потому что ему насрать. Они ему нахер не нужны, потому что они ему ничего не могут предложить. Они все тупые, с его точки зрения. Вот. А чисто так, можно и подрочить. Говорят нам, как бы, за кадром. Ну, на самом деле, он это, как бы, мотивирует тем, что мирское это, суета, не нужно это все настоящему джигиту. Ну, а мы-то с вами понимаем, что можно и подрочить. Ну, вот. И вот, и при этом я говорю, вот, он хочет чего-то такого, этакого в жизни добиться. Ну, поскольку у него подростковый максимализм, потому что он и есть подросток, да, то есть, там, на момент начала сериала ему, по-моему, там, что-то типа 16, да, на момент конца сериала, там, что-то типа 23, что-то такое, да, или 24, я сейчас точно не помню. Там очень-очень много времени проходит, пока все это разруливается, вот эта ситуация. Вот, то есть, чего-то такого хочется добиться, но не просто, как, допустим, батя, да. Все ожидают, что он пойдет по стопам отца, а именно его батя тоже, как и в этом фильме, он шеф полиции, там, местного отделения в Токио, да. Вот. Причем принципиально честный человек, который никогда не идет, там, на сделки с преступниками и так далее, и все, там, носом в землю роет. Ну, просто вообще. Образцовый полицейский, уважаемый своими коллегами, вплоть до, там, чуть ли не обожествления, да, то есть, беспрекословное подчинение, и все в таком ключе, блин. Ну, как это принято у японцев. То есть, ну, да, то есть, и все ожидают, понятно, что Ягами Лайту тоже пойдет по тем же стопам и станет, там, быстро и решительно каким-нибудь суперинтендантом, например. А потом и министром, там, к 25 годам, да. То есть, ну, а он сам себе думает, что это все полная херня. И тут ему попадает в руки просто, начинается сериал, в принципе, с того, что с неба сидят где-то там, типа, в условном чистилище несколько этих богов смерти, они же шинигами по-японски. Ну, это те же шинигами, которые были, например, в сериале «Блич». Вот. Только там это были такие мутные шинигами, типа, эти, сумураи, блин, а здесь они вот натуральные шинигами, которые сидят и смотрят вниз, и когда кто-то собирается отъехать, они там что-то делают, ну, пишут его имя в этих самых тетрадках смерти, у каждого имена есть, да, пишут его имя там, значит, этот человек, которым там что-то должно было смучиться, я сейчас подробности уже не помню, по какому принципу они решают, кто должен умереть в тот или иной момент. Но факт в том, что потенциальный оставшийся временной промежуток времени, который мог бы прожить вот этот человеческий индивид, по его смерти прибавляется к сроку жизни, собственно, этих самого Синегами, который вписал это имя в тетрадку. Ну, и в итоге они там вечно живут, по сути дела. Да, то есть вот. Ну, а они сидели, там скучно в этом чистилище, нихера нет, и даже яблоки, сука, блин, сохшиеся и безвкусные. Вот. И поэтому один из этих Синегами по имени Рьюк, это, кстати, его имя, по просмотру этого самого аниме, Дэсноту, окончательно решился, наболевший среди анимуфагов вопрос, как правильно произносить имя всем известного титульного бойца из файтинга Стритфайтер, пардон за невольные стихи, а именно Рью. То есть до этого шли жаркие споры и ломались копии на постсоветском пространстве, как его называть? Рью или все-таки Раю? Так вот, когда вышло Дэсноту, и там всем каждые там пять минут всплывало имя Рьюк, которое тоже пишется Р, И, У и К. Да, то есть почти Рью, только Рюк. Всем сразу стало очевидно, что и этот тоже нихера не Раю, и этот не Раюк, а Рьюк наоборот. Ну, так вот, Рюк немножко заскучал, он так делал неоднократно уже, как говорят по сюжету, и скинул, значит, эту тетрадь из чистилища на землю. И, говорит, на кого Бог пошлет? Как в той сказке. А Иванушка-дурачок натянул тетиву и запустил стрелу прямо в жопу среднему брату. Ну, и вот Рьюк тоже по такому же принципу натянул, значит, тетиву и сбросил эту самую тетрадь, и случайно на нее наступил Ягами Лайту. Сначала не придал этому никакого значения, естественно, а потом, ну, решил ради прикола проверить. И там какого-то из преступников вписал туда его имя, и он нахер отъехал, этот преступник. Он такой тут же немедленно понял, что это вот оно, вот это мой шанс. И немедленно принялся насаждать справедливость в том виде, в котором он ее воспринимал. Что мы видим здесь, блин? Да, то есть, вот в художественном фильме уже, Десуноту. Лайта Тернер учится тоже в школе. Высоковозрастный дебил. Несмотря на то, что про него в короткой сцене показано, что он якобы, типа, умный. Да, то есть, он сидит на спортивной площадке за каким-то хером, видимо, ради конспирации, и строчит, значит, домашку на весь класс. За бабки. За бабки, блядь. Сука, я уже вот это увидел. Вот после этого момента я немедленно пошел и запилил в логотизер, блядь. Потому что, еб... Стремительным данкратом стала приближаться, блядь, плоскость лица к плоскости ладони. И потом, в какой-то момент, эти плоскости соединились, и кожа моя, блядь, через поры начала выделять нечто, очень сильно напоминающее, сука, клей-момент. Несмотря на то, что я никогда не был рядом и даже поблизости, блядь, от каких-либо химических предприятий. И даже, сука, блядь, Чернобыля. И мне стоило неимоверных усилий, чтобы вот эту всю шнягу, блядь, отстегнуть от морды лица для того, чтобы вообще хоть как-то иметь возможность, блядь, существовать дальше, блядь. Не только запилить в лок, но и держать мышку, там, я не знаю, хер в руках, блядь, ложку-вилку, блядь, и записать этот сраный в лок, блядь. Настолько, блядь, я упоролся в этот момент. Я такой, говорю, блядь, какие в жопу деньги. Анимешному лайту, ну и понятно, манговскому. Мангу я, естественно, не считал, но, насколько я знаю, униме было напрямую транслировано из манги. Те, кто мангу читал, возможно, они, может, меня поправят. Но вот я знаю такое. Так вот, анимешному лайту было насрать на деньги, потому что, опять же, это все мирское и нахер никому не интересно. То есть, ну, у него есть крыша над головой, блин, типа, поскольку он живет у пафосного отца, блин, который зарабатывает хорошие бабки в полиции, блин, вот. Все включено, как говорится, блин, и больше ему нахер ничего не надо, блин. Какие нахер деньги, когда мы тут о судьбах мира рассуждаем? Говорит, ну, как бы нам всем лайтун, дьягами. А тут вот это мудила, вот это рыхлое, блядь, склонное к двоеподбород... подбород... блядь. Подбород... подбородок... подбородизму, подбородизму, к двое подбородизму, блядь. Нахер я такое слово выдумываю, если даже выговорить его с трудом могу. А ведь я еще даже пиво пить не начал, хотя очень стремился. Ну, просто я потом, скорее всего, пойду немножко напьюсь на почве нервного стресса. Ну, залечу, так сказать, зияющую рану в моей ностальжи душе, потому что первый раз я сериал смотрел хер знает когда, блядь, ну, ёпт, я еще в школе учился. О чем речь вообще, блядь. Гондоны, вы детство мое, блядь, хотите уничтожить, падлы ебаные? Где та тетрадь, куда я могу вписать имена этих мудаков, которые создали этот ёбаный шедевр, блядь? Сука, блядь, убил бы вас всех полностью, блядь, лично вилкой в глаз, блядь, и ломом в жопу, блядь, приготовьте ваши болты и гайки, настало время технической, блядь, инспекции, сволочи, и налог, блядь, дорожный заплатите еще, пожалуйста, в двойном объеме, блядь, пока не поздно, блядь, бляди сраные, блядь, и вот он сидит, значит, вот это рыхлое говно, блядь, у него, естественно, милированные волосы, блядь, но у Ягами Лайта, у Баниме, блядь, он блондин, выделять своего главного героя, это очень часто происходит в аниме, он может быть не обязательно блондин, он там будет рыжий, еще какой-то, блин, какой-то хитро выебанный, неважно там, вот у него что-то на голове такое будет, непонятно, потому что японцы все, сука, низкие, блядь, круглолицые, круглоглазые, блядь, с маленькими членами, маленькими сиськами, блядь, кривыми ногами, плохими зубами, блядь, и с темными волосами, блядь, вот, возможно, даже не только на голове, хотя я посмотрел пару японского порева, определенно, не только на голове, а в том числе и лобковые волоса, у них тоже, блядь, смуглые со всех сторон, что твой цыганский табор, блядь, только коня, блядь, там не хватает, хотя если присмотреться, и определенные слова ввести в поезд, то я думаю, любители смогут найти что-нибудь такое эдакое, и с конем, и с японскими девушками одновременно, возможно, где-то там при этом будут присутствовать тентакли, вопрос уже другой, блядь, как бы и будет ли иметь конь к этому какое-то отношение, ну, к тентаклям, там как бы может повернуться по-всякому, зависит от того, насколько злачные места в интернетах вы нашли неожиданно, правда, приготовьтесь к тому, что все японское порно, это так, для справки, малолетним нашим, самым маленьким нашим телезрителям, японское порно, у него есть один большой минус, точнее два, первый минус в том, что там все уроды, ну, в смысле, я там вообще, я пару раз его видел мельком когда-то давно, блядь, да, типа, там все девки стрёмные, как моя жизнь, про мужиков я вообще молчу, потому что кто на них смотрит, кому они нахер нужны, правильно, ну, я не знаю, может гомосеки смотрят, ну, я не знаю, это надо у гомосеков спросить, но вот девки у них стрёмные все, сразу, блядь, и плюс все интересные места у них, сука, с квадратами закрыты, ну, в смысле, пикселями, блядь, размыто это все, блядь, ну, все видели, наверное, как это происходит, не то, чтобы я хотел туда углубляться, потому что там обычно такая, блядь, такая роща, блядь, что как бы я такой, блядь, только рыгать, ну, смотреть-то это вообще невыносимо, блядь, кому это нахер интересно, я, честно говоря, блядь, затрудняюсь понять, да, то есть, ну, я бы даже подрочить на такое не смог, вот ей богу, блядь, мамой клянусь, ну, потому что это ужасно, блядь, вот, о чем бишь я, не знаю, что-то я немного увлекся, что-то там про тентакли, а, ну да, ну и вот, а поскольку японцы все темноволосые, то, вот таким образом они выделяют своих главных протагонистов, значит, да, то есть, вот он блондин, значит, он не такой, как все, блядь, ну, я не знаю, это все равно, что сейчас в американском кинематографе, например, главный герой обязательно должен быть негр, транссексуал, блядь, ветеран на авгасной войне, блядь, одноногий, что-нибудь еще, блядь, гей обязательно, да, гомосек, блядь, кстати, тут недавно, в порядке ремарки, слышал интересную сентенцию, вы, кстати, приготовьтесь, в порядке ремарки номер два, этот влог явно надолго, ну, часа на два с половиной, я так думаю, так вот, возвращаясь к первой ремарке, есть какой-то фильм про негров, недавно вышел, как же он там назывался, сейчас мы узнаем, или не узнаем, наверное, не узнаем, нет, узнаем, сука, вот, мне интересно, так, мне сначала нужно найти Миррорс, Black Mirror, извините, Black Mirror, да, потом найти определенного Негрилу, который там снимался, ты есть здесь вообще, я слышу, вот, да, Даниэл Калуя, Калуя, вот это мне нужно, да, вот этот, вот этот бездарь, ага, Get Out, да, Get Out, недавно, вышел такой вот художественный фильм, под названием Get Out, сюжет его, если кратенько, заключается в том, что с помощью очень сильного колдунства, а именно гипноза, сочных негрильных парней, сочная белая телка заманивает в свою семью, которая живет на даче, где-то там за городом, а потом этих негрил, типа, ну, гипнотизирует, и каким-то, я уж не знаю, я это говно, естественно, не смотрел, каким-то магическим образом сознание старых, престарелых, точнее, белых, пердунов, переселяет в тела вот этих вот негрил, и делается это для того, чтобы, значит, вот этот престарелый белый мудила прожил долго и счастливо еще одну жизнь в теле вот этого, вот этого, ну, и там, со всеми вытекающими последствиями, да, то есть, и весь фильм завязан на борьбе вот этого самого Даниэля Калуи, попытки выбраться из этого вот вертепа. Но я по одной простой причине, по двум, точнее, причинам не стал смотреть этот фильм, потому что этот актер, говно, просто говно, я его видел в сериале Черные зеркала, который сам по себе тоже отстой, лютый, бля, претензиозная дрянь, рыгать аж хотелось от этой параши для тупых подростков, и он там сыграл как тупой мудак, и так же он играет во всех фильмах, в которых он появляется, потому что он и есть тупой мудак, так вот, а вторая причина была, блядь, вы что, серьезно думаете, что хоть один, блядь, здравомыслящий белый человек захочет, блядь, оказаться внезапно в теле негра? Вы что, смеетесь надо мной? Дебилы, блядь, какому толерантному дегенерату подобная идиотская идея вообще может прийти в голову, блядь, ну вы ебнулись вообще, вы вообще, блядь, нормальные, блядь, это что, блядь, пиздец, одно слово, блядь, ей богу, ну, неважно, это так, ремарка была, просто про геев, негров вспомнили, неожиданно, ну, вот, в общем, вот, Лайт и Агами, короче, он был блондин, точно так же в Бличе, например, тоже был главный герой, блондин, ну, потому что он не такой, как все, блядь, ну, как еще, блядь, можно обозначить, то, что герой не такой, как все, блядь, ну, конечно, только, блядь, цвет волос ему другой сделать, это много говорит, кстати, об умственности способностях, те, кто пишет вот эти, блядь, манги ебучие, на самом деле, блядь, потому что, ну, естественно, никаких других способов, блядь, показать особенность героя нету, Но даже самые тупые поняли, что мы имели в виду. Иногда это, в принципе, нужно. Но не каждый же раз-то. Не суть важна. Ну и вот в аниме он был блондин. А здесь он, сука, с милированными волосами ходит. Ну это когда перышки эти, блядь. У него так волосы темные. А он некоторое количество из них осветлил. Я такой, ну еб твою мать. А что, вы тоже не смогли никак показать, что он какой-то не такой. Что он какой-то особенный. Что это, блядь? Что это нахер, блядь, такое? Еб твою мать-то. Американское говно, которое вот это сделало. Что это? Я тебе прямой вопрос задаю. Ты по-русски не понимаешь, что ли? Еб твою. Оно и видно, блядь. Не очень сраный, блядь. Чего вас только в школе учат, бляди? Вот я знаю, например, что в американских школах, блядь, русский язык есть как дополнительно иностранный. Чего же вы так, блядь, какой-то потенциальный противник. Вот мы, например, все поголовно знаем английский язык. Ну, хотя бы на уровне I am Linda from Russia, еб твою мать. А у вас вот что-то как-то... Мы же вас победим, кибиням, блядь. Ну, если что. Ну, просто... Мы же и хэндехох можем, там, и руки вверх, там, по-всякому. Да? Ну. А я его любил, а что-то там, а может быть, там, как там дальше-то? Чего там Серега Жуков-то? Разжирел, я смотрю, да? Ну, неважно. А вот вы, значит, мы придем, скажем... Эй, 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 сука, иди сюда нах... Еб твою, блядь. Чего ты бычишь вот так вот, мы скажем? Ну, какому-нибудь прохожему пиндотскому, блядь. А он такой, блядь, и убежит. Ну, как, блядь? Фак! И убежит. Ну, как убежит? Хер он убежит. У меня-то АК-47, ну, у нас, собирательно, да? У АК-47, ну, это если не было подвозу, конечно, недавно. Так-то понятно. У нас будет АК-74, естественно. Конечно, блядь. Хоба, блядь, и все, и до свидания. А вот знал бы языки, блядь, не было бы языкового барьера. Он такой, э, земеля, земеля, говорит, ты шо, я сам из-под Ставрополя, блядь. Говорит, там, из синяя черный наш друг, блядь, рубероидный вот этот вот, да? То есть, типа... И мы такие, а, потрясло умом, вот, нормально, заезжай, водку будешь? Все, блядь, все живы, все довольны, блядь, заебись. А что это вообще-то? Ну, вот что это, блядь? Вот чему вас, сука, в школе учат? Повторю я свой, блядь, незамысловатый вопрос. Э, вот, значит, лайт сидит, педрила, блядь, жирная, делает домашку за бабки всем. Ну, я уже, то есть, просто в ахуе, без затей. Я такой, ёп твою мать, ну, что это? И падает, значит, с ним цитратит рядом. А, и при этом он еще пялится на одну сочную мокрощелку, блин, которая там черлидерством рядом занимается. Причем она тоже, конечно, нонконформист, блядь, не такая, как все, блядь. Во время тренировки, когда их там поднимают на руки, ну, как черлидеры это любят делать, ну, мужики поднимают там баб, держат их в ладонях, да, там, эти ступни им, да, и вот они стоят там в красивых позах с помпонами. Это, естественно, блядь, все вокруг блондинки. Она, естественно, как ее, чернявая, блин, забыл, как это называется, брюнетка, да? Неважно. Короче, она с черными волосами такая вся, блядь, сочная стоит в коротких шортах. Ну, блядь, спасибо, конечно, но... И причем там скрещивает руки на груди, обязательно с сигаретой, блядь, типа, блядь, я вас через хер, блядь, прокидываю всех, блядь. Мне ощущение интересно, чем вы тут занимаетесь, вся эта херня. А что ты туда вообще изначально-то пошла бледина? Мне хочется вопрос задать. Из-за вот такое отношение, ну, ты это явно все не любишь, блядь. Что, тебе обязательно это нужно было? Это какой-то, блядь, такой специфический предмет, да, вот, что, типа, по физкультуре, чтобы получить оценку, тебе надо было идти в команду чирлидеров, блядь, да? А что, нельзя было чем-то другим заняться, блядь? Прыжками, со скакалкой там, блядь, вот это все. Сиськами там... Ну, у тебя их нет особо, конечно, я все понимаю, блядь. Ну, это, наверное, лучше было бы, блин, но я не знаю, со скакалкой хотя бы прыгать надо меньше, чем вот эти тренировки чирлидеров. Ну, если у тебя настолько... Вот у тебя такое отвращение, блядь, к тому, что ты делаешь. Нахер ты тогда вообще это делаешь, блядь? Ну, ты, блядина, тупая, а не нонконформистка, ёб твою мать-то. Ну, что это такое, блядь? Просто что это, блядь? Вот нам вот таким образом мудак-режиссер, блядь, тоже малолетний на всю башку еблан, блядь, хотел показать двух особенных, блядь, на всю голову героев. Все, что он нам смог показать, это то, что, блядь, он отморозил... Ну, ты просто тупой мудак, блядь, вот этот самый сценарист, скажем. Будем говорить так, блядь. Просто тупой мудила, блядь. Показался, блядь, со всех сторон малолетним дегенератом, блядь. Я такой, заебись, подход отличный, блядь. Ну, а что тебя дальше-то ждать, блядь? И вот она ему, значит, этому Лайту Ягами, это Мия, блядь, строит... Ну, в сериале была Миса, блядь, да, а тут Мия, блядь. Вот она ему построила один разглазки, блядь. Он такой, блядь, сочная, сам себе думает, блядь. Я бы вдул, блядь. Немедленно думает Лайту Ягами. В смысле, Тернер. Кстати, само имя, блядь, Лайт Тернер, я такой, блядь, ну это же ебаный в рот. Это же просто ебаный в рот. Я не знаю, как с японского вообще Ягами как-то переводится или нет, понятия не имею. Но Лайт Тернер, блядь, типа, разворачивающий свет дословно, по сути, наводящий тень на плетень. То бишь, этот, Трикстер, блядь, он же. Вот его имя, это как бы, вот такая незамысловатая, блядь, аллегория. Я такой, блядь, да вы что, говна поели? Да лучше бы его Ивановым назвали, ну, что это, этот, блядь, детский сад. У фильма рейтинг 16 плюс по-американским, блядь, этим самым, потому что расчлененка и все такое. Просто детский сад, какой в жопу, блядь, Лайт Тернер, блядь, вы еб удались, что ли, граждане, блядь. Ну, это же что это, блядь? Правда, как раз с его именем связано единственное светлое пятно во всем фильме, пардон за невольный каламбур. Ну, Лайт, светлое пятно, вы поняли, да, ну, чтобы особо одаренным было, понятно, я тоже могу. Я тоже этим приемом владею во всей красе, блядь, да, если надо. Ну, значит, они там посмотрели друг на другую, он говорит, ну, сам себе думает, я бы вдул. И у него на лице это читается, я бы вдул. Ну, ты знаешь, Лайт, я бы тоже вдул, блядь. Ну, я не Лайт, я Гамми, блядь, которому было насрать на все это. Он бы посмотрел на нее отсутствующим взглядом вообще. Даже не посмотрел бы на нее, блядь, похер, блядь, вообще. Ему насрать на все это было, блядь. Он с девками встречался там по сюжету специально, чтобы заместить следы. Типа, когда за ним слежка началась, он там назначал какие-то свиданки там одноклассницам, да, что-то там, какие-то парки, развлечения там с ним ездил. Но дело это с большим отвращением, просто потому что надо, блядь, вот, чтобы, типа, видно было, что пока вот он занимается этой херней, за ним идет слежка, да, в это время Кира всех убивает. Ну, его псевдоним вот этого бога, да, который он взял, это Кира. Ну, понятно, в японском варианте это звучит адекватно, потому что у них произнесение L и R там большие проблемы, да. Поэтому, когда они говорят слово, японцы произносят слово киллер, да, получается Кира, Кила, ну, Кира, как-то так, я не могу, я не японец, я не могу это так дословно воспроизвести. Ну, получается Кира, условно, для нашего звука, для нашего слуха, блядь. Ну, и вот, и он взял там вот, вот, пока он, значит, на свиданке с девками в парке, Кира продолжает убивать, ну, чтобы отвести от себя подозрения. Вот. Здесь в фильме, кстати, он тоже взял псевдоним Кира, я сначала думал, а как они это повернут. Здесь они проявили тоже некоторые зачатки интеллекта, потому что Лайт сказала, типа, вот, я назовусь Кира. Мия такая, нахера. Ну, в японском языке Кира это то же самое, блядь, что киллер. И словарь, значит, показывает, в котором написано, Кира это киллер по-японски. Вообще-то нет. Ну, ладно. Что за ахиняя вы нам тулите, бляди? Ну, хорошо. Вот. И все будут думать, что я, блядь, из Японии. Ну, в смысле, Кира из Японии. И тем отведу от себя подозрения. Я такой, ну, окей. Вы могли вообще имя Кира не использовать никак. И Эль могли не использовать. Мы могли, блядь, все что угодно другое вообще сделать. Особенно, если учесть, что мы уже знаем на этом этапе, что, блядь, сука, этот сраный фильм никакого отношения к манге и к сериалу не имеет от слова совсем вообще никакого, блядь. Ну, неважно. Вот, значит, у него упала эта тетрадь смерти рядом просто с чистого неба, блядь. Тут же дождь, естественно, пошел, блядь. Символизм, ёб твою мать. Он так посмотрел, что за херня происходит, но забрал ее с собой, блядь. И, значит, открывает тетрадь, блядь, а там написано там правило номер один, правило номер два, правило номер три, блядь. И пол тетради занимает правил. Их там под сотню штук, блядь. Я такой, вы чё, блядь, ёбу дались, гандоны, это шо за херня? Мало того, эта книга уже, ну, частично заполнена предыдущими юзверями этой книги. Причем на полях там кто-то написал еще, Рюк не друг тебе, опасайся его. Чё? Это чё нахер такое, блядь? Во-первых, начать с того, что в сериале правила эти, правила по использованию книги, ну, то есть, типа, там, основное правило гласит, да, то, типа, вот, тот, значит, тот, кто соглашается на владение этой книгой, может записать любое имя в эту тетрадь, да, в эту тетрадь, точнее, да, в эту тетрадь. И при этом все, что нужно для того, чтобы тетрадь подействовала, это иметь в голове, значит, визуализировать себе лицо того, кого ты хочешь убить, и его имя настоящее знать. Вот. И, там, вписав это имя в книгу, то этот человек, там, спустя 12 часов умирает, если не вписать никаких других уточняющих деталей. Ну, и, там, там, правило номер, там, два, неважно, да, то есть, типа, если дописать к имени того, кого ты хочешь убить метод, способ убийства, то все произойдет в точности так, как написано, да, и так далее, и тому подобное. Но, там, этих правил было, я сейчас уже не помню точно, они были на отдельном вообще листе, блядь, они не были вписаны, сука, в книгу, блядь, это была картонная вставка такая отдельная специально. Вот. И, понятное дело, что сам Синеганин знает, как пользоваться этой тетрадью, блядь, это их тетради. И эту ставку Рюк сделал специально, чтобы было понятно тому, кому он передаст эту тетрадь. И правил там этих было от пяти до десяти штук, я сейчас точно не вспомню, да, там, и потом, там, пару правил, или несколько правил, там, два-три правила, что-то такое. Лайту попросил Рюка вписать еще сверху, для того, чтобы, опять же, замести следы. И тетрадь, которую Лайт получил в сериале, она была десна чиста, потому что это не тетрадь Рюка была, это была тетрадь другого Синеганин, который помер, нарушив правила, которые существуют среди Синеганин, блядь. Вот. И, значит, от него осталась эта тетрадь, и Рюк ее забрал себе. И как использовал в своих интересах просто, чтобы развлечься. А собственная тетрадь Рюка была всегда при себе, то есть, а он ему нейтральную, по сути, тетрадь передал. И там она, он ее, как бы, очистил, он там не говорится об этом в прямую, если так правильно помню, но там, она чистая осталась, да, то есть, там, либо он выдрал эти листы, да, либо удалил их как-то, ну, вот, просто, чтобы чистая тетрадь была. Там ничего не было написано. Что это, блядь, за херня гебаная? Сука, и что это за сто с хреном правил? Они там, по ходу, фильма до 68-го доходят. Вы что, гебанулись? Что это за, блядь, ахинея? Какие в жопу 68 правил с гаком? Это не последнее там было, видно, что там еще дальше идут. Правила 69, мне, кстати, интересно, блядь. Ну, не суть, важно. Мне 69 вообще в целом интересно, ну, особенно вот в контексте вот этого всего. Что это, блядь, Ватсон? Берримор, что это, блядь? Пидорасы, сэр, блядь. Ёп твою, блядь. Как так-то, блядь? Ну, это ж, ну, как? Вот это сразу, вот, у меня немедленно возник вопрос вот на этом этапе. Вот это где-то шестая минута, может быть, седьмая от силы, блядь. Да, то есть... А для кого вы это, блядь, снимали в таком случае? Ну, вот для кого? Ну, фанаты аниме сразу скажут, блядь, это ж ёп твою мать-то сразу. Вот просто, вот не глядя, без затей. А те, кто, блядь, не смотрел аниме... Ну, им, наверное, насрать, ну, наверное, я не знаю. Потому что там никак не объясняют, что это за синегами, блядь, откуда он взялся, почему, блядь, что? Как это все работает, блядь. Нихера не объясняет, просто вот внезапный рюк. What the fuck? Даже, блядь, вступление в сериале. Сначала показали сцену скучающих синегами, блядь, в чистилище. А потом, блядь, заглавие Death Note'у. А здесь, блядь, он взял тетрадь, что-то там побежал внутрь школы и потом Death Note'у. Что-то такое было, да? Такой, блядь. Ну, нахер, блядь, ну, что это? Ну, неважно. Вот он открыл, значит, эту тетрадь, блядь. И читает все правила. Блядь, такое, как много правил. Он их слух, естественно, читает. При этом, пока он бежит, значит, как показали то, что он умный, да? То, что он домашку всем делает. Ну, блядь, это что, показывает его гением каким-то? Это, блядь, показывает только то, что он знает странную алгебру, блядь. Или что он там решал? Физику, блядь, хер знает. Я не обратил внимания. Какие-то формулы там выводил, блядь. Что, блядь? То, что он всем делает домашку, блядь, не делает его дохера умным, блядь. Тем более за деньги, блин. Ну, что это за бред? То, что он, типа, за светлые идеалы, как бы, да, показали. Вот, то, что он взял эту тетрадь, побежал в школу из-за дождя начавшуюся. А тут местный хулиган, что-то там докапывался до гика какого-то в очках. Ну, естественно, блядь, до кого еще? Ну, да. Причем там, они, тоже одно из немногих светлых пятен, типа, этот, хулиган бычет. Это девка, которая прилинулась к лайке, типа, говорит, отвали от него, блядь. Он такой, да я сейчас тебя ушатаю. А лайк, типа, такой, встревает и говорит, не смей ее трогать, такой пафосно, блядь. Хулиган ему говорит, да я тебе сейчас, блядь, рыло начищу, блядь. Лайк такой, вообще-то, блядь, ты же вроде второгодник, да? Это такой, что ты сказал, сука, блядь? И он говорит, ну да, да, точно, ты уже второй год здесь остаешься. В смысле, второй раз ты второй год, блядь. Это значит, что тебе минимум 18 лет. Ну, следует из этого, что лайту 16. И лайк ему говорит, так что технически, если ты меня сейчас ушатаешь, то ты попадаешь под статью, там, что-то там, нанесение тяжких телесных малолетнему, да, несовершеннолетнему, блядь. Так что, иди-ка ты нахер. И тут в этот момент ему в рожу прилетает, блядь. И врубает его нахер, блядь, да, этого лайта. Я такой, ебац. Ну, то есть вот этим они нам хотели показать, что у него, типа, есть какие-то, что он там за слабых вступается. Ну, фейл. Просто фейл. Потому что вступился он не за слабых, а за бабу. Если бы баба не встряла, блядь, то он бы вообще ничего не сделал. Ну, типа, какого-то нерда, блин, там, пиздят ногами. Ну и что, подумал, бывает. Ну, на лице было написано. Ой, что-то мне не хочется встревать в эту херню, блядь. Да ну нахер, пойду-ка я дальше, блядь. А вот только тёлочка сочная, которую неплохо бы чпокнуть, типа, тоже вписалась за какого-то неизвестного ботана, блядь. Ну, ради тёлочки уже можно и принять по щам. А, не, там, жалеть любят и всё такое, блядь, да. То есть, типа, win-win situation, блядь. Типа, куда ни поверни, везде победа. Либо я сейчас этого ладку гну, мудака, и стану таким, блядь, дартаньяном со всех сторон. Либо получу, говорит, по щам, блядь, ну и тёлочка будет меня жалеть, блядь. А я ей вдую потом на этой почве. Ну, как это обычно бывает, да. То есть, тут подходов немного-то на самом деле. И работают чаще всего, лучше всего именно вот эти два. Ну, можно, конечно, деньгами ещё, но это как-то... Да, не суть важна. В общем, он отгрёб по щам. В тот момент, когда он упал на землю, у него там из рюкзака вывалились целая куча копий этих написанных там на каждого одноклассника домашек, блядь. Пересхирали, они вывалились оттуда. Во-вторых, схирали он их, так сказать, с собой. На кой хер он их заранее написал? Он что, уже знал, что ему проплатят? Или ему заранее проплатили, и он просто их дописывал? Или эти бабки, которые ему передали на спортивной площадке, это было вот за всю эту домашку? Я не обратил внимания, сколько там денег ему передали. Да, типа... И потом ему оставалось только их раздать. Ну, индивидуально. Что это было? И, значит, училка находит эти домашки, и Лайт попадает в непонятность из-за этого. Типа его вызывают к директору, и говорят, ну, ты попал, парниша, вообще-то это запрещено, то, что ты делаешь. У тебя нашли там 15 домашек индивидуальных на каждого там твоего одноклассника, блядь. Я такой... Во-первых... Ну, по логике вещей получается, что все они были одинаковые. Если, конечно, Лайт специально не делал в некоторых из них там ошибки, то там, то сям. Потому что я бы, например, делал именно так. Ну, это даже мы не рассматриваем тот аспект, что они все написаны одинаковым, сука, почерком. Почерком Лайта. Ну, любой дегенерат поймет, что это одинаковые работы. Даже если там делать ошибки. Ну, даже если мы будем учитывать, что... Допустим, учитель-идиот. Ну, вот просто тупой баран. И не обратит внимания, что рукописный текст везде одинаковый. В плане почерка, да. Ну, типа, Лайту не хватило ума сделать банальные ошибки. Ну, я вот много раз давал списывать и сам списывал домашку в школе. Я всегда делал специальные ошибки. Иногда, кстати, до Смиснового доходило. Как во всем известных анекдотах, да. Когда тот, у кого списываешь, получает там трояк, а ты получаешь, блядь, пикстерку, блядь, без затей, да. И в обратную, кстати, сторону бывало тоже. Ну, вот я всегда делал ошибки, ну, просто, чтобы они не были одинаковыми, блядь. Ну, что это за блядство? Ну, это же базовая школьная логика. Все так делали. Ну, это нормально. А вот Лайт охеренный гений по вашей логике, блядь. Вот он не догадался, естественно. Ну, блядь, ну, это, ёб твою мать-то, ну, просто без затей. Вы сразу, сразу же персонажа тупым бараном, ну, вот, показали, блядь. Ну, окей, если я вообще не знаю о нем ничего и не смотрел аниме, ну, может быть, будет насрать, да. Ну, я-то смотрел, я-то в курсе, блядь, что это. И вот, в итоге, по итогам вот этого, слишком много слов, итог, не суть важна. Он попадает в этот, на губу, да, местный, детеншн, блядь, типа, там, какой-то класс, в котором он сидит, там, что он там должен делать, один. Даже училка за ним, там, не надирает. Ну, у них это принято вроде как, да. Да, карцер, не карцер, но он там, смысл вот этого всего ускользает от моего понимания. То есть, видимо, после уроков их уставляет, потому что, если он это делает вместо уроков, то на какой хер? Чему это вообще помогает? Вот он пропустит уроки, пропустит тельные темы, блядь. Он сразу видно, что дебил, ну, вы его так показали в своем фильме. Пропустит, значит, уроки, блядь, в количестве, потом ему надо будет наверстывать. Чему это все помогает? Хер знает. Ну, если вы его оставляете после уроков, там, вроде, в каком-то моменте, потом, дальше, когда он с ним в бате разговаривал, что-то промелькнула фраза, что-то ты поздно со школы пришел. Ай, это неважно, говорит Лайк. Ну, видимо, это после уроков их оставляют. И наказание такое, блядь. Херенное наказание, конечно. И с какого перепугу директор вообще имеет право вот подобное делать в современной Америке? Да его бы засудили кебеня, блядь. Вы ограничиваете свободу моего ребенка, блядь, без затей. Немедленно набежали бы адвокаты, блядь, и эту школу, блядь, в асфальтную пыль, блядь, втоптали бы на деньги. Ну, это же, блядь, ну. Я понимаю, там, когда в 70-х годах такое делали где-нибудь. А сейчас-то что, блядь? Я что-то, я не знаю, конечно, наверняка, но у меня чуть терзают смутные сомнения, что там такое практикую сейчас. Ну, неважно. Вот пока он там сидел, он, значит, листал эту книгу, блядь, тетрадь. И тут как-то там, как там это было, что типа он листал, листал, а потом, да, хулиган появился. Листал, листал, внезапно, блядь, внезапно, что-то там сзади посыпалось какие-то шарики, блядь, эти стеклянные высыпались откуда-то. Откуда, блядь, они там высыпались, что они там делали. Там была, там была, машина для продажи этих странных шариков там стояла. Там штук, блядь, 500, наверное, высыпалось на пол, блядь. Зачем они там, блядь, есть? Там это все помещение на какую-то кладовку похоже. Что это за херня? К чему это, блядь? Что это за символизм? Что вот это должно было символизировать? Вот это проезд шариков, блядь. Просто громкий звук создать? А что, полку просто не могли уронить, что ли? Ну, короче, блядь, это такое... Что это было, блядь? И тут Рюк появляется. Просто откуда ни возьмись, Рюк, блядь. Ну, и Лайт начинает истошно орать. Немедленно бьется в истерике, как маленькая девочка. Пытается выбежать, блядь, из комнаты. Причем Рюк с помощью телекинеза запирает дверь и не дает ему выйти, блядь. А Лайт, типа, херачит кулаком в стекло с криками, спасите, помогите, блядь, вытащите меня отсюда. Это ебаный в рот, что такое, блядь, вообще? Что это, блядь, такое? Что это за истерика? Нет, в аниме он тоже, типа, там, секунды полторы поорал. Ну, типа, я бы тоже охерел, наверное. Если бы, блядь, трехметровый непонятный мужик, блядь, в латексе, блядь, с такими шипами на плечах, блядь, в каком-то лютом гриме вот с такой ухмылкой, как у Джокера, блядь, с такими пешками, блядь, вообще непонятным, с зубами, как у акулы, блядь, появился бы у меня внезапно перед глазами, блядь. Ну, я тоже охерел бы, наверное. Милайт охерел, блядь, типа, ну, он типа, аааа. А этот такой говорит, привет. И этот немедленно успокоился и все, типа, и сразу же постиг дзен, блядь, типа, а ты кто из серии? И тот, типа, сказал, я бог смерти, у тебя моя тетрадь, я тут пришел, сейчас буду смотреть, как ты себя поведешь, блядь. Ну и нормально договорились У них там партнерские Замейт отношения были Рюк доставлял В смысле Лайт доставлял Рюку Лулзы Потому что это в общем-то Его единственная цель была Рюка Извлечь Лулзы из происходящего А Рюк Давал иногда ценную инфу Лайту По поводу того Как работает тот или иной Аспект к тетради смерти Блять А тут этот мудак блять На добрых полторы минуты закатывает истерику Забивается под стол блять С криками блять Только не бейте дядечка только не по лицу Что это за ебаный в рот Вот анимешного Лайта Немедленно показали как циничную сволочь Который даже вот видя Нечто такое из ряда вон выходящее Немедленно взял себя в руки Блять И ну И это показывало в том числе то что блин Ну что то вообще тотально Экстраординарное должно случиться Чтобы вывести Лайта из равновесия блять Настолько он держит себя в руках блять А тут вот это мямля Вот это сопля блять и чмо И вы хотите сказать что вот это спаситель блять человечества Ну как он на себе думает Кира Да Да Вот это говно Будет противостоять полиции всего мира Спецслужбам всего мира Гениальному блять детективу блять Лучшему из всех Всех времен и народов блять Вот это говно Будет противостоять всем этим людям И победит Вот это вы мне хотите сказать Вы че говна поели бляди Что это за ебать твою мать в рот блять Да через 33 забора тебя доской блять С гвоздями блять По сфинктеру блять Шлепать Ебаная эта мразь Американская блять Что это за херня блять Ну и короче Рюка выходит и говорит Здорово блять Ну что то в том же ключе У тебя моя тетрадь А ты кто блять Я с синегами Ну он там Death God сказал да Типа бог смертный Напиши что нибудь в тетрадь Говорит Рюк Зачем Не хочу Напиши тебе понравится Все что ты туда напишешь Любое имя можешь написать И этот человек умрет Че прямо умрет Говорит Да умрет Ну давай напиши Ну напиши Ну пожалуйста Говорит да ладно не хочу Не буду А тут начинается блять Типа Какой то ор за окном Там два вот этих хулигана Которые пиздюлей выписали Лайту Домогается до какой то Телки блин Со здоровенными Сисяндрами Очевидно Это тоже блять Школьница Видимо тоже 16 лет Ну я вам доложу блять Сиськи у нее мое почтение Особенно для 16 лет блять Понятное дело Что всем этим актерам Под 25 с гаком блять Ну вот они там Домогается Что то рюкзак с нее срывает Какой рюкзак блять Что там Тетради ее раскидывают блять Ведут себя как Пятиклассники Какие то тупорылые Даже третий классники Даже в пятом классе Уже такой херней Никто не занимался Это уровень блять Первого Третьего класса блять Из серии блять Дернуть девку за косу блять И показать Этим Что она тебе нравится Или там Я ее дернул за косу блять А она меня Пеналом по голове блять Ударила А спустя 20 лет Мы поженились И родили пять детей блять А тут он Вот то же самое Делая да Типа там Рюкзак срывает Что то толкает И там Тетрадки раскидывает Восемнадцатилетняя Билда блять Дважды второгодний Я бы понял Если бы ну Я там за сиськи хватал За жопу блять там Ну домогался сексуально Уже в этом смысле Типа Это хотя бы адекватно Быть смотрелось Ну типа вот смотрите Мразь какая Вот Я такой блять Ну это ж просто бред Эй Рюк такой Подначивает значит Лайта блять Давай кого Давай давай блять Давай убей его нахер Блять Смотри какой ахинея Он творит блять Давай блять Я такой блять Что ты несешь Рюк Что ты нахер несешь В аниме блять Рюк появился Только после того Как Лайт уже Разобрался с тетрадью И первое убийство совершил А потом появился Рюк Когда Ну увидел Что из этого Может выйти Достойная еда Ну в смысле Для троллинга Извлечение Лузов А когда Лай Тебя показал Невъебенно умным парнем Ну с точки зрения Сценария конечно И начал вытворять Такое Что аж сам Рюк охерел А то Рюк Немедленно Высунул язык Как собачка Типа Смотрите что он делает Блять Чуть не дрочил Там в присядку Блин Ну он видимо Как синегами У него хера нету Поэтому дрочить он не может Ну Как смог Изобразил Да Типа там Что-то Какой-то Казачок там Сплясал И так далее Типа Говорит Блять Ебать Говорит Лайт Хера ты вытворяешь Блин Ты первый Кто вот такое Блин Отмачивает Блять Я пожалуй с тобой Потусуюсь Как следует Тут лузов Блин Богато мы с тобой Лайт говорит Похер на тебя Блин Главное что ты инструмент Для достижения моих целей Ну типа Цинично Говорит Хе-хе Сидеть Пес Смердячий Вот так вот Он ему говорит Блять Типа Ну то есть реально Циничная мразь Понимаете И Рюк такой Хе-хе Отлично Блять Ну то есть Все логично Блять Ну если бы Лайт не доставил То типа Рюк забрал Тетрадь И съебал В туман Ну или дождался бы Увидел бы Он там даже говорит Где-то в сериале Что типа Предыдущие А ты Говорит Не промах Говорит Рюк Лайт Он не промах Я вижу Мы тут с тобой Повеселимся Как следует Это тот предыдущий Дегенерат Которым тетрадь Доставался Такие тупые Были Блять Да и богу Блин там За неделю С курой вывались И умирали Нахер Вот Я Я рад Что с тобой Говорит Так не случилось То есть ну Поэтому он сидел В тени Блять Ждал что из этого Выйдет Блять Как только увидел Что угодно Сказал О Нормуль Блять А тут Рюк Блять Склоняет К непонятному Блять Лайту Сам Причем там Чуть ли не угрожает Ему Говорит Сейчас я твоё имя Туда впишу Блин Или там Что-то типа Аля Ну впиши Блин Не хочешь Ну ладно Тогда давайте Тетрадь обратно Блять Я пошел Отдам кому-нибудь Другому Во-первых Это так не работает В самой тетради Блять Написано Что владелец Тетради Может только Двумя способами От неё избавиться Добровольно Передать его Другому лицу Именно человеку Или В момент Смерти Текущего владельца В момент Смерти Текущего владельца Тетрадь Остается Становится Типа нейтральной Да А если Владелец Там что-то В течение Семи дней Не прикасается К тетради То все воспоминания О тетради Стираются Из его памяти И всё то Что он делал С помощью тетради Тоже стирается Из его памяти И никаких В общем-то Воспоминаний Ни о синегаме Ни о тетради У него не остаётся Ни о содеянном И тетрадь Становится нейтральной И любой может Стать её хозяином Так было в аниме А тут Рюк говорит Я у тебя её заберу Тогда и пойду К другому кому-то Чё ты несёшь Сука блядская Что ты просто Несёшь Еблан тупой Ну хорошо Допустим Человек который Не видел блядского Этого сериала Ну возможно Это не воспримет Ну никак Ну вот он сказал Такой и хорошо Блядь Но я-то видел И подавляющее Большинство людей Которые будут Вот это смотреть Тоже видели Без затей Что это блядь Ну короче В итоге Рюк его подбивает Подбивает И уговаривает Лайт вписывает И типа говорит Рюк говорит Это ещё не всё А шо ещё Шо ещё что-то Горит надо Ну если вписать Способ смерти То он именно так умрёт Причём типа говорит А как вы Лайт говорит Всё это делаете Ну мы там можем Манипулировать Жертвой Вот этой тетради Вплоть до 48 часов До момента смерти Чтобы привести его К нужному результату То есть Тотальная хинея Начнём с этого Потому что Ничего вообще Десглоды не делали Сами Сенегаметии Они сами ничего не делали Это судьба так складывалась То есть Из этого кстати Следовало По аниме Что над ними Есть ещё какая-то Более высшая сила Которую нам не показали Потому что Это не имеет значения Это нерелевантно К сюжету Это Никакого отношения Не имеет Ну потому что Кто им дал эти тетради Кто им дал Все вот эти силы Понятное дело Что кто-то там Над ними ещё стоит Ну видимо Господь Бог Я не знаю Поскольку эти Обидстают в чистилище Ну видимо Раз есть чистилище То значит Есть и рай И ад Ну с точки зрения Этой Вселенной Да так сказать Ну Иначе откуда Что Они просто вот существуют Эти Сенегами Что Ну Не важно А здесь Они именно Манипулируют Материей И происходящим Да То есть Ну это примерно То же самое Что В художественном фильме Пункт назначения Во всех там Пяти Или сколько их там Склепали Да Там семь Не важно То есть там Люди С помощью каких-то Мифических видений Смогли избежать смерти Ну если вдруг Никто не видел ни одной серии Избежать смерти Там спрыгнули с самолетов В последний момент А этот самолет должен был И потерпел крушение Да Ну типа Старушке с косой То бишь смерти Это не нравится И поэтому она всегда берет свое И потом по сюжету фильма Все эти выжившие люди Особо цинично погибают Потому что смерть Манипулирует Вот это все Таким образом Что Ну вот складывается обстоятельства Так что им там То бошку снесет То глаз проткнет То там целиком Что-то проткнует Еще как-то помрут Но особо такими Нелицеприятными Циничными Опять же способами И вот здесь Примерно то же самое Только напрямую Люк управляет С помощью телекинеза Нет Просто нет Блять Вы что Ёбудались Пидоры Опять для тех Кто не видел Аниме что ли Это что Блять Такое Я напомню Это первые Десять минут Фильмы Я уже час Час Разглагольствую Я сначала Как думал сделать Вообще Покадрово Типа Вот просто Поставить фильм Смотреть И смотреть его Вместе со всеми И как только На экране будет случаться Ахинея Я буду ставить На паузу И комментировать Ну примерно так же Как я смотрел Художественный фильм Призрак в доспехах Ghost in the Shell Блять Который я Сука Четыре Четыре Пять часов Смотрел Фильм длиной Полтора часа Потому что Там вот так же Происходило Да То есть Что-то произошло Сука Напал И Ёбуд Твою мать Да как так И вот у меня Стойкое подозрение Что вот этот фильм Я бы Блять А тот влог Был бы Ну это Влогом было бы Уже сложно назвать Ну это Блять Часов шесть Бы заняло Наверное Блять Это десятая Минута Фильма Ёбуд В общем Ладно Рюк говорит Вот мы можем Манипулировать Бла-бла-бла Манипулировать Блять Он говорит Можем И соответственно Если вписать Причину смерти То все так и Произойдет И поэтому Все так Произошло Блин И он там Вписал Обезглавливание Ну и типа там Рюк посмотрел За окно Блять Этот тоже смотрит И там Цепочка событий Показана Блять Что типа Идут какие-то Два местных Бомжа Блин С баскетбольным Мячом Естественно Ну гетто Блять Все такое Понятное дело Вот Типа идут 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 Настричь им Какая-то Азиатская баба Ну толерантность Да там Один Латинос какой-то Один Негрила Азиатская баба Блять И только Хулиган Естественно Вот исконно Белые парни Блять Пасконные Со всех сторон Блять Со своим Блять Со своим Пасконным Рылом В наш охеренный Толерантный Калашный ряд Блять Ёп твою мать Да нахер Вы Вот И даже здесь Они умудрились Вот этот Про Уайт гилд Блять Ставить Про вину белых Блять Что они Всем должны Теперь Что единственное Плохие два Вот в этой Во всей сцене Короче Блять Агрессоры Тут естественно Ну это как То же самое Что вот Россия Агрессор Да сейчас Путин там Во всем виноват И вот так и здесь Блять Тут белые Во всем виноваты Правда баба До которой они Назомогались Она тоже белая Она видимо Сочувствует Она типа Состоит в движении Black Lives Matter Там Либералка Изо всех сил Там поддерживала Снос Памятников Генералам Конфедератов Да Ну вот это все Там Окупай Педофиля Окупай Волл-стрит Там Ну вот это Поэтому у нее Такие сиськи Большие Ну потому что она Не только Морально поддерживала Всю вот эту Братью Да Но и Тех кто Гетеросексуально Настроен Среди вот этой Пиздобратья Она еще и Как бы физически Их поддерживала Смотрите Там вот Сносят памятник Генералу Ли Они такие Ура Блять Первый кто пнет Его Я там у сиськи Покажу Эхей И рвут Тельники На груди Идут Пинать Генерала Ли Блять Ни в чем В общем-то Неповинного Блять Ну вот это Видимо Вот она из таких Да То есть Злобные Республиканцы Вот тупые Блин Республиканцы Которые голосовали За Трампа Избивают Невинных Блять Либертарианцев Блин Да Потому что Водила Блять Охерел Выезжает Настречку Врезается В другую машину Из другой машины Тоже там Как-то он Охеревает Врезается В стоящую машину Блять Из той машины Которая врезалась С крыши Срывается Лестница Которую он Вез Наверное Из самой крыши Блять И в полете Значит сносят Башку Блять Этому хулигану Блять Типа Причем Ну вот где-то Вот так По сих пор И там Кровь кишки Распидорасила Просто Кровища От мозги Блять Там разлетелись И там Со всеми подробностями Показали Блять Там Как полбашки Там Все вот это Блять Там Как 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 в игре Mortal Kombat Там Было какое-то Фаталити Когда тоже Кому-то Башку сносили И там Потом Язык наружу Да там А Джекс кому-то Там Бошку Вот так По-моему Что-то То ли просто снес То ли как-то Сжал пол черепа Да И стоит Такой Непонятно И он потом Остатки мозга Блять Там еще окурок Тушит Ну вот что-то Здесь в этом же Ключе То есть конкретный Горх Это Гринхаус Блять Кровища Блять Я такой Ебаный в рот Что это Заебаться По голове Блять Что это Куча Аниме Никогда не было Сами смерти Которые там Происходили Иногда Довольно Замысловатыми Способами Когда Кире Нужно было Сделать Там Внести Роднообразие В свои методы Убийства Чтобы отвести Подозрения Или там Особо цинично Поглумиться Над там Органами Правопорядка Еще что-нибудь Такого Тогда кто-то Весьма изощренно Мог умереть Но это Никогда не показывали Там прямо Вот С кровищей Там Может в лучшем Случа Это Максимально Что могли показать Это Тень В камере В тюрячке Силуэт И типа Что-то И кровища Фонтаном На стену Упала Вот это Все Ну это Максимум А тут Натуральная Расчлененка Гибаться в рот Просто Расчлененка Разрывает Тела Когда машина Избивает Тело Вообще В ошметке Разваливается Вот это Снесение Башки Блять Тоже С мясом С кишками С мозгами Блять Я такой Блять Что Блять Нахер Блять Что здесь происходит Просто Что здесь происходит Вообще Не об этом Аниме Просто Не об этом Ебаться в рот Вы гондоны Что творите Вы для кого Вот это делаете Блять Ну Привлечь внимание Малолетних Дебилов Которые Типа Не знакомы С оригиналом Очевидно Чтобы От скуки Люди Блять Не выключали Эту вашу хрень Ну вообще То Блять В аниме Блин Практически Ничего Кроме диалогов Не происходит Ну там Почему-то От скуки Никто Ничего Не выключает Блять Это просто Горит о том Что диалоги Хорошо прописаны Блять Но Если вы не умеете Так же сделать Блять То это чьи проблемы Это Ёб Вашу Машу Блять Что это Они блять Пошли по пути Наименьшего сопротивления И просто Внезапно Пункт назначения Внезапно Кровище Ёб твою мать Ну я такой Ну ёбана в рот Ну блять Ну сука Нахер Ну Ну Это просто Уже издевательство Какое-то Блять Десять минут Фильма Блять Прошло Это ещё только Ёб твою Это блять Ааа Ну Лайт естественно Охеревает Вкраину Блять От этого Самого Увиденного Блять И говорит Опа на Блять Там Показывает Там что-то Типа Небольшой монтаж Где он там Сам себе Там в тени Такой Блять Как Гамлет Стоит Блять Чуть ли не с Йориком Там Такой Блять Я сейчас Нанесу Справедливость Блин На весь мир Типа Почему он Типа решил Мотивировали это Тем Что у него Мать Убил Какой-то Мудак Который там Коррупционный Полицейский Насколько я Понял Да Типа Сбил на машине Или что-то Такое Она Померла А тот Мудак Ушёл От ответственности Который Её сбил И от этого У него Значит у Лайта Блинный отказ Случился Он поэтому Хамит Отцу Блять Что типа Тот расследование Не смог Нормально провести И засадить Того мудака За решётку Потому что В фильме Его батя Тоже начальник Отделения полиции Местного Сиэтловского Одного из Не начальник Вообще полиции Одного из Отделения Очевидно Но у меня сразу Столько вопросов Возникает Я такой Зачем В аниме Его мать Никуда не девалась У него была Сестра Мать Младшая сестра Мать И отец И они все Ну почти Кроме бати Типа Дожили прекрасно До конца Это первое Второе Блять Зачем ему Эта дополнительная Мотивация Блять Вы же уже Вроде как Пытались нам Показать Что он За добро И справедливость В акцепте Того Что он пытался Вступиться За ботана Блять Пускай и ради Тёлки Но в целом Против явно Превосходящих сил Противника Не блещущей Как бы Физической силой Такой же самый Ботан В общем-то Только без очков Блять Вот Проявил характер Так сказать Что он такой Как бы Целеустремлённо Блять Добродетельный Хотя Во сути Вы бы показали Просто меркантильным Мудаком Который просто В трусичке Сочной тёточке Хочет залезть Губастенькой Губастенькой Блять Шкуре Ну И А И тут сверху Вы вот это Пытаетесь нам Налепить Ёбанаврот Для кого Блять Вот это всё Для Кого Я Говорит Хочу Чтобы Весь мир Не познал То что у меня Было Ну тут Типа Чтобы Преступлений Больше не было И чтобы никто Близких не терял Вот таким образом Как я потерял И что Типа Они безответственно Безнаказанными Остались Вообще-то Лайто из аниме Достаточно было Быть Идеологически настроенным На ту же самую идею И мотивация В виде Усопшего родственника Ему нахер не нужна была Потому что Он идеалист Если бы он Жил в России Блять В В 1917 Году Блять То он был бы Блин Ярый ленинец Скорее всего Даже троцкист Просто Отъявленный Блять Возможно Даже СССР Блять Ну типа Ну он Один из тех Людей Кто отправляет Других людей Кинуть бомбу В царя О чем Вообще Речь Ебаться В рот Какая Мать Какой Ушел От ответственности Вы что Блять Творите Бляди Я просто Вот сижу И блять Охереваю Блин Вот В такой Позе Блять Что происходит Я вообще Не понимаю 15 минут От фильма Прошло Блять Пиздец Просто И вот Значит Он такой Бляд На виду Блять Порядок Блин И следующим кадром Он сидит В закрытом Спортивном зале Ну На лавках Где-то там И читает Блять Десноуту Ну правила Видимо Читал Там Изучал В открытую Ну просто Сидит Читает Тетрадь На титульном Листе Которой Ну не на листе На обложке Которой Написано Десноут Просто сидит И читает В физкультурном Зале В котором Есть другие Люди Что Блять Да вы Че Охерели Суки Блять Это первое Что Лайт Сделал Это он Сказал Блять Никто Не должен Узнать О существовании Тетради Смерти Никогда Блять И немедленно Еще до того Как вообще Начал Что-то Другое Предпринимать Устроил Тайник В столе У себя Смастерил Плотницким Методом Двойное Дно В ящике Стола Блять И прятал Тетрадь Там Для того Чтобы незаметно Туда вписывать Блять И если Вообще Хранить ее Там Блять И с собой Даже не брал Ее Никогда Блять Чтобы Чтобы На почве Своей паранойи Которая У нее Немедленно Развелась Как и положено У любого Человека Адекватного В таких Случаях Если бы Гипотетически Некий Мистический Предмет Придающий Подобного Рода Мистические Силы Появился У любого Не будем Называть это Вменяемого Гражданина Потому что Вменяемый Гражданин Не стал бы Вот так Правосудие Наводить В этом Кстати Собственная И мораль Заключается Всего сериала В том что Так делать Нехорошо Это Мир Не состоит Из черного И белого Из серии Ну там Довольно простая На самом деле Незамысловатая Мораль Поэтому я и говорю Что он сделан Для подростков Мир Не черно-белый Он наоборот Из серости Состоит Кругом И невозможно Его сделать Вот так По мановению Волшебной палочке Таким Каким Тебе хочется И то что там Сраный Кучерявый Макаревич В своих Куплетах Мудацких Поет Мы типа Не стоит Прогибаться Под изменчивый мир Пусть лучше Мир прогнется Под нас Ну вот сразу видно Как он Под тебя Кучерявая Мразота Прогнулся Когда ты С бандеровцами В парады ходил И тебя потом Через хер Прокинули Сказав Кузнец Нахер не нужен Пускай даже Кучерявый Еблан Ну вот Прогнули тебя Без затей Через хер Прокинули А потом еще За щеку С этой стороны Границы Кое что Заправили В то время Как С того Края Подкрадывалась Европа Толерантная Тоже В латексе Вот это все Кончита Вурст Неожиданно Вышла из-за угла И говорит Какой Сочный Еврейский Кучерявый Мальчик Иди Ка Седак Тем более Что ты уже Закреплен В нужной Позе Бегущего Кабана Осталось Только Разбег Взять И смазать Подходы К снаряду Украинским Салом Который Засылать В Россию Больше Нельзя Поэтому Всеми мыслями И немыслими Способами Включая Сало В шоколаде Пытается Засылать Туда В Европу Поэтому Со смазкой Там все В порядке Вазелин Не нужен Вот у нас Есть Экспортный Товар Который Стоит Нихера И вот И на Кублуках Лыжник В чулках В розовом Белье И с хером Наперевед В чулках Лонжери На подвесках Как это Называется В кружевном Вот в этом Блядь И вот Эгей Блядь И вот так Хова Блядь И мировой рекорд В прыжке с трамплина Поставили в этот день Блядь Правда медали За это никому не дали Потому что Блядь Дисциплина Специальной олимпиады Блядь Проходит в более Других местах Блядь Интимного характера Блядь К счастью Для нас Пока еще А то недалек тот день Когда Блядь Нормальную олимпиаду Заменят на олимпиаду Курильщика Блядь Где Какая-нибудь Лютая хинея Вообще будет происходить Ну ладно Не будем уже А то сейчас Можно там И про Мельдоний Сраный вспомнить Да Блядь Ну и так далее Ну Не важно Блядь Просто не важно Блядь В общем вот Сериал О простом На самом деле Блядь Как бы не хотелось Всяким странным Макареичем Блядь Так не работает Так мир не устроен Блядь Вот И подобного рода Граждане Вот Лайт Ягами Лайту Это по сути Гитлер Без затей Ну только Гитлер был туповат Местами Хоть и хороший оратор Очевидно Но В деле там Военной тактики Там он не силен Прямо скажем Был И стратегии В том числе Да Ну и поэтому Просрал все полимеры Когда взял командование На себя Как тупой дебил Ну как и положено Идиота Блядь Вот он так сделал Блядь Потому что мало быть Хорошим оратором Надо еще Всякие другие вещи уметь Ну и вот Но идея у Гитлера Была такая же самая Блядь Что типа Построить новый лучший мир Блядь Состоящий из Уберменшей А всех Унтерменшей Блядь Прижать к ногтю Чем он и занялся Или занялся Блядь Да правильно Ну а С закономерным исходом Подобного рода Блядь Идеалистически настроенные Граждане Всегда заканчивают Очень плохо Потому что Они творят Ахинею В погоне За вот этой Вот за этим Своим идеалом Ну так и с Гитлером Получилось Он вполне заслуженно Выпил яду Блядь И здесь то же самое Вот Ягами Лайту Как я уже говорил Да я повторюсь Это Гитлер То же самое Только там были евреи Которых он пытался Искоренить Да ну А здесь вот преступники Ну А Суть это не меняет Вот то же самое Блядь Но в фильме Конечно Все блядь Все вообще не так Ну и вот значит Лайта сидит Блядь В этой самой Читает в открытую Тетрадь смерти Ну Ума Палата То есть Анимешный Сделал одно А этот делает Строго противоположное Ну Вот Местный Ягами Лайт Это как раз Вот из тех Которые предыдущие Владители Тетради смерти Того Анимешного Ягами Лайта Как раз вот те Про которых Рюк говорил Что они и пара дней Не продержались Вот 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 это вот он Да то есть И он значит Сидит Штудирует Эти правила И тут пробегает Вот эта губастая Мокрощелка Блядь Опять в шортах Коротких Ну разумеется Вот Подкрадывается к нему И говорит Ну что Скорбишь А Говорит А Ну По поводу нашего Общего друга Кенни Хулигана Которому башку снесло А Да да Трагедия Говорит Трагедия Блять Что то там Она дурное Конечно Спизданула Как обычно И Лайт Такой Что то там Типа Посмотрел Так на нее Странный Говорит Что то там Типа Да это я сделал Я Говорит Его убил Я такой Что Это Как вообще Вы что делаете Ты Мрази Я тебе докажу Блять Пойдем Отвел ее в столовку Нагнул Нет Такого не было Дает ей тетрадь В руки На Говорит Читай Только это Не пугайся Когда Рюка Увидишь Кого Говорит Ну Рюка Вон он У тебя за спиной Стоит А оборачивается Там никого Блять Я уже просто Вот так Вот блять Я уже Намыливаю веревку На этом этапе Да то есть Она такая Херня Какая-то Полная Что Что тут Мне тут Блять Ему Снесло Башку Читает Какие-то Стихи твои Не очень Не очень Красивые Да Да Эдгара Алана По тебе Как-то далеко Блять Он говорит Обожди Я тебе сейчас докажу Ну-ка Короче Усаживает ее У стола Наклоняет Над столом Открывает Значит Ноутбук А там Новости Показывают Как полицейские Там загнали Какого-то мужика Блять Который Свою жену Там И ребенка Взял в заложники Угрожает им оружием И что-то там Просит Какой-то Рыднек Естественно Плохой парень Ну конечно же Белый Да Причем не кто-то А именно Житель юга Блять Ну то есть Именно тот Который болел За Трампа Голосовал Ну блять Разумеется Да Пидоры блять Вот И он такой Написал что-то в тетради Говорит Смотри И этот Рыднек Типа Внезапно Выходит из своего Там Где он там Забарригадировался Опускает оружие Блять Выходит на дорогу Отдает честь Ну не ту Честь моя Моя лишь честь А воинскую честь Отдает И его сбивает Бронетранспортера Блять Полицейский Опять В кровь кишки Распидорасила Блять Вот И этот Лайт Дает мне тетрадку Говорит На читай А там написано Именно вот это Вот то что Он выйдет там Бла-бла-бла И она такая Ооо Как интересно А я такой Активно намыливаю То есть да Вот уже Я такой Ёбаный ты в рот Да что ж ты Блять Сука Как Ну как Блять Ёбаный По голове Ну Ну Типа Блять В аниме Сука Лайт Блин Вообще С последних сил Блин Вот максимально Делал все Чтобы Блять Его не нашли Чтобы Чтобы он Остался Править По сути Этим Прекрасным Новым миром Который он построит Как Бог Им правит В прямом Смысле Как Бог На ней что-то Эфемерное Блять Он Он шифровался Так Как Никто Блять Ну Ну Вообще Просто Сразу Паранойя Включилась Блять На 300% Блять А здесь Блять Этот Еблан Какой-то Первой Попавшейся Блять Прошмандовки Для того Чтобы залезть Ей в трусики Блин Своей Влажной Блять Жирной Рукой Блин Гей Немедленно Блять Рассказал Что это Он Кира Ну Он тогда Кира Еще как бы Не был Они вместе Придумали Это Ну Типа Он ей Сказал Потом Да Типа Причем Он даже Ее не знает Вообще Он даже Имени Блять Ее не знает Точнее Нет Он по-моему Сказал Что Я знаю Потом Оказалось Что они Одноклассники При том Что по фильму Нам показывают Что они С друг С другом Ни разу Не разговаривали Даже До этого И тут Они в одном Классе Сидят Что это За хрень Нет Я знаю Что в Америке Школьная система Немножко Другая У них Там В старших Классах Может быть Во всех Классах В старших Точно Ты выбираешь В начале Учебного года Программы По которым Ты будешь Учиться И расписание Составлено Таким образом Что ты Не обязательно Будешь С одними И тежными Людьми В классе Сидеть То есть Нет такого Как в советской Школе Вот вас В начале Года Вот как посадили Да Вот там В 10-м А Допустим Так вы Всей толпой В 10-м А И будете Вот По своему Расписанию Ходить У них там Нет Вот у тебя Может быть Сейчас Математика В этот момент Там 2 часа Да А у твоего Друга Васи Попкина У него В этот момент Будет там Физкультура Допустим Тоже там 2 часа Ну вот Больше похоже На то что происходит В универе Если там Кто был Вдруг Вот я был Например Ну не важно Поэтому я еще могу понять Если они Там не всегда Были Одноклассниками То есть Условно говоря Вот там они встречались Там они не встречались Но по фильму Показывает так Что они даже Взглядами не пересекались До этого никогда То есть он ее Вообще не знает Максимум Он знает Как ее зовут Она по моему Даже его Я точно помню Что кто-то из них Имя другого Не знал То ли Мия Лайт Не знала имени То ли наоборот Как-то там так было Я уже Не помню И вот он Не зная О ней Вообще Ничего Ни характера Ни предрасположенности Я понимаю Если бы показали Что она День напролет Дни напролет Смотрит Какие-нибудь Ужасники С рачлененкой Потом-то Показали Что она смотрит Что-то там Какой-то там Ужастик Хер знает Что это было Я этот кадр Где-то видел Эту сцену Но не узнал ее Честно говоря В гриме Когда там Башку просверили Мужику Какому-то Какой-то херней Летающей Я это точно видел Но в каком фильме Это было Хоть тюбей Не могу вспомнить Ну вот Если бы это показали До этого Причем Не что она там Одна сидит А что Лайт Каким-то образом Видит Что вот она там Допустим Он ее на улице Встретил А она там С подружками Пошла в кино На какую-нибудь Пилу пять Ну Или там Вышла с пилы пять И вот они столкнулись Когда эти бабы Обсуждали Как кому-то там Бошку Отрезали Там Откусили хер Я не знаю Еще что-нибудь Произошло Блять Ну вот Ну обосновали бы Хоть как-то Что она типа Или она там В готичном Платье ходит Как Миса Блять Та же Например В аниме Блин Слушает Блин My Chemical Romance Блять Я не знаю Группу Хим У нее плакаты Блять Завешена Мэрилин Мэнсон Там вот это все Блять Ну что-нибудь Хотя бы Хоть как-то Блять Обоснуйте Блин Схирали Он ничего Об этом Вот Это потом оказалось Что она типа Как бы и не против Он говорил Охо заебись Но Видимо В этом моменте Подразумевалось Что Когда самка Видит Любого самца Блять Наделенного Подобной властью Она сразу Начинает воспринимать Его как Альфа самца Ну поскольку Он умеет такое Что не умеет Никто Блять Да И поэтому Немедленно Мокреет В разных местах Старается Стремиться Запрыгнуть Ему на кукан Блять Ну я не знаю Что это было Тогда Потому что Я это вижу Вот именно так Ну Вот Именно это Они имели ввиду Учитывая Толерантное говно Которое мы видели До этого Не вполне понятно Где же ваш феминизм В таком случае Блять Ну ладно Блять И короче Блять Вот он не зная О ней ничего Блин Вот это все И рассказывает Просто вывалил Блять Ну с таким же успехом Мол он хер мог Вывалить Блять Перед ней Вот сразу Блять Просто Вывалил Хера Говорит Блять Выбирай Тетрадка Или соснуть Ну а какая разница Блять Если можно Любую херню Пороть Вообще Блять Ну есть Блять Мысли даже О том Что она сейчас Пойдет И сдаст его В полицию Блин Ну вообще Не возникло В голове У человека Просто Нету Ее Блять Просто Нету Блять Ну это Опять Показывает Его Как тупо Барана Блин Безотей Блять А как Его еще Можно воспринимать Вот подобные Пассажи Блять Вот как Как еще Блять Вот как Объясните мне Объясните мне Сука Вот что это Пиздец вообще Блин Более того Она потом Начинает им Крутить Вертеть То есть Дав Доступ К Пиздятине Да То есть Превратив Мужика С помощью Известного Органа Начинаем Немедленно Манипулировать Как это Чаще всего Бывает Ну Прямым Текстом Там не говорили Что будешь Отлучен От секса Из серии Да Ну она По сути Начинаем Вертеть Блять Вот если В начале Рюк Вертел Лайтом Говоря ему Ну давай 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 Напиши Что нибудь В книге Блять Давай В тетради Давай уже Давай А то я тебя Брошу Отдам тетрадь Кому другому Ну вот это все Так и здесь Приблизительно Да А давай Вот этого Убьем А давай Императора Зарежем Блять Например Ну Или там Батя его Выступал С крест конференции Вещал Там Толкал Пафосную речь Что типа Мы сейчас Киру прижмем К ногтю Мы не боимся И она Это Мия Говорит Лайту Типа Хватая Тетрадь Собиралась Уже Вписать его Имя туда А он Типа У нее Вырвал Говорит Ты что Охерела Ты что Моего отца Собралась Убить Она Говорит Он нам Угрожает Блять Надо его Ушатать А ты Кто Блять Шкура Схера ли Ты тут Вот это Вот Вытворяешь Ты че Блять Ты кем Сука Возомнила Ёб твою маму Восемь раз Не ну Если тебе Кажется Блять Что этот Лайт Бесхребетный Долбоеб Которого Ты на пизду Подсадила Безотносительно Того Что так Оно и есть В общем то Но края То надо Видеть Это ж Батя его Родной Блять Которого Он уважает В общем то В аниме Он вообще Как бы В аниме Он его Ушатал Блять Просто В какой-то момент Просто взял И ушатал Когда это То есть он до последнего Этому сопротивлялся Но как только Блять Вот Была пересечена Определенная черта Когда уже Вот пришлось Без затей Использовать Этот козырь Он его Блять Не глядя Использовал И своего Батю Блять Нахер убил Потому что Он Циничная Блять Мразь И Принципиальные Справедливые Честные Полицейские В целом В его новом Прекрасном мире Не нужны Потому что Вообще Никакие полицейские Не будут Нужны Ибо Преступности Не будет Ввиду того Что В какой-то момент По сериалу Появился Местный аналог Сайта Миротворец На котором Ну Люди писали Давали данные Вываливали Все данные Блять Людей Которых Они считали Преступниками И пойди Проверь Блять Да Нечто подобное Кстати здесь Тоже Промелькнуло В сценарии Когда Они там С этой бабой Зашли на какой-то сайт Ну Лайт и Мия Какой-то сайт На котором Тоже люди Некое Подобие Миротворца Сделали Запилили И начали Опять же Тоже вываливать Свободный доступ В сеть Личные данные Каких-то граждан Все из которых Вот все фотки Которые Сука Я там видел Это были Среднестатистические Белые мужики Средних лет Ну Республиканцы Естественно Педофил Какой-то доктор Который Что-то там Сделал Не то Тоже Еще Какие-то Растлители Малолетних Там И так далее Блядь Какие-то Убийцы Блядь Ну Они все Сука Белые Я такой Блядь Охеренно Просто Но Тут Лайт Типа Проявил Неожиданную Смекалку И говорит Мне Типа Ну Как Мы Можем Убивать Что Это На основании Какой-то Левой Информации Сайта А вдруг Там Это Какая-нибудь Подружка Одного Из них Там Допустим Просто Слила Его Данные В сеть Когда Он Ее Бросил Например И Изместе Она Вот Это Сделала Мы Не можем Знать Нужны Доказательства Она Говорит Да Ну Нахер Какие Доказательства Давай Рубись Без плеча Блин Ну Вообще Без тормозов Блядь Мразь Какая-то Да То есть А вот тут Лайт Неожиданно Благоразумие Проявляет Блядь Ну Я Такой Ёпта Вот Так И в аниме В целом Было Тоже С миротворцем Там У него Последователи Культы Блядь Кира Появились И так Далее Здесь Тоже Немножко Это Открыто Я Такой Окей Просто Просто Уже Окей Блядь Я даже Не знаю Вот Как-то Неинтересно Мы хотя бы До получаса Добрались На этом этапе Я Не уверен Честно говоря Просто Не уверен Ну и в общем Мия начала Им крутить Блядь Чуть не ушатала Его отца Блин Да То есть Он ее выгнал После этого Лайт Мию Потом Она коварно Вернулась К нему Обманом Вписала Имя Самого же Лайта Блядь В тетрадь То есть Убила его По сути Ну в смысле Не убила Конечно Но С целью Блядь Шантажа Блин И чтобы В итоге Забрать у нее Тетрадь себе И самой Вершить уже Правосудие Ну и это вот Возвращаясь к тому Что он Ни хера О ней не знает Кроме того Что она Периодически Дает ему Лазать К себе В трусы Блядь Да То есть Ну Периодически Дает ему То есть Он не знает О ней Она его Блядь В итоге Просто Подставила Блин Он конечно Вывернулся По сюжету Фильма Но это Ахинея Блядская Просто Ахинея Вот именно Поэтому Лайт Изо всех сил Блядь Шифровался И даже Когда Миса Блядь Нашла его Укоротив Свою жизнь Ополовинив ее По сути Потому что По аниме С богом Смерти С синегами Блин Можно было Заключить Некую сделку И получить Глаза Синегами То есть Ты начинаешь Видеть Над головами Людей Всю их информацию Сколько им Осталось Времени И их Имя Настоящее Вот Это то Каким образом Синегами Вообще Узнают Что вписывать В свою тетрадь Ну И соответственно Она А у Владителя Тетради У него Нету Даты Смерти Над головой Пока он Владеет Этой самой Тетради Вот Лайт В сериале Этой функцией Пользоваться не стал Хотя Рюк Предлагал Потому что Закономерно Мотивировало Это тем Что Я Говорит Собираюсь Править Своим Прекрасным Новым Миром Беспреступности Как Бог И Половинить Для этого Свою Жизнь Мне Абсолютно Нет Никакого Резона Потому что Править Я хочу Как можно Дольше И даже Если Вот это Вот этот Баф Мне необходим Для того Чтобы Устранить Сильнейшую Для себя Угрозу В виде Л Даже При этих Условиях Я На такое Пойти Не могу А Мия Пошла Миса То бишь И она Вот таким Образом Колесила Потоки Пока Не увидела Владителя Тетради А у нее Тетрадь Появилась Собственно В свою очередь Из-за того Что Другой Синегами Имя Которого Я не вспомню Под страхом Записи Моего Имени Уже В тетрадь Даже Значит Он В нее Влюбился Глядя Сверху На Людей Наверное В души Подглядывал Ну Вся Вот Эта Фигня Да У нее Влюбился Короче И дал Ей Тетрадь Мотивируя Это тем Чтобы Если что Ушатать Киру Чтобы он Не ушатал Ее Что-то Такое Там Было Да И в итоге Там Пригрозил Что если Ты там Ей что Ни Плохое Сделаешь Я тебя Убью В общем Доставил Неиллюзорных Проблем Лайту Но он Как обычно Ловко Извернулся И всех Всеми Манипулировал И изящно Использовал Своих целей Хотя это Ему стоило Немалых Умственных Усилий Потому что Миса В сериале Была такая же Тупая Малолетняя Дура Без затей И она На Киру Смотрела Просто как На Идола Своего А в него Тоже Заочно Заочница Она была Но хотела Перейти на Очную Ставку И уже таки Отсосать Один раз Ему Что успешно И проделала Методом Шантажа Сказав Что типа Я тебя Боготворю Но если Ты со мной Не будешь Встречаться Как пара То я тебя Сдам Или убью Просто Впишу Твоё имя В тетрадь Свою Ну и Лайт Как бы Пошёл Казалось бы У него На поводу Но на самом деле Повернул Всё это дело В свою сторону То есть Он её Полностью Психологически Распознал Всё на что Она способна Манипулировала Ей Абсолютно Как бог Просто как бог Повернул Её Так как Надо Делал Всё По красоте Ну как Пикаперы Один в один Все эти методики Все использовал Что наглядно Показывает Что в принципе Ему это вся херня Неинтересно Но раз так получилось То придётся Использовать Вот эти дурацкие навыки Которые он получил Просто For fun Да Типа Ну Просто потому что Почему бы и нет И вот он их использовал Для того чтобы Эту бабу Окончательно Полностью Влюбить в себя Чтобы исключить Факт того Что она Впишет его имя Несмотря ни на что И в дальнейшем Использовал Её глаза Как оружие Без затей Потому что Сам он не может Видеть имена А вот она Может теперь И очень удобно То есть Свою жизнь Не пришлось Половинить А Миса Хер с ней Тем более Мы точно знаем Что теперь Она вдвое Меньше проживёт То есть Скорее всего Она отъедет В какой-то момент Насрать на неё Ну и грамотно Ей очень манипулировал Всё и по красоте Опять же сделал По красоте И так он делал Со всеми Он даже Этого Бога Смерти Мисы Уже провернул Через хер То есть Тоже Манипулировал Настолько Что тот Самоубился Из любви К Мисе Когда Лайт Подстроился Так что Ей якобы Угрожала опасность И он Заставил Как раз Этого Бога Смерти С помощью Всё тех же Манипуляций Убить Ватаре Убить Эль Всё в таком ключе Я говорил Что не буду Спойлерить Всё Но Фейл И через Произведение Этих убийств Этот самый Синягами Сама выпилился Потому что Нельзя Ради спасения По законам Синягами Нельзя ради спасения Других людей Убивать Каких-то ещё людей И тогда Нельзя Исходя из этого Бог Смерти Умирает сам Поскольку Правила нарушил И вот Одним Рощерком Пера Условно говоря Психологическим Лайт Из-за Немеблин Таким образом Сразу От трёх Головных Болей Избавился И Основных Двух врагов Выпилил Просто без Затей Причём Не сам То есть Его руки Условно Чисты При этом Ну как он Сам себе Это мотивировал Потому что Он же всё ещё Хочет Остаться Полностью Некоррупционным Так сказать Носителем Добра Понятно Почему Ну чтобы Остаться Остаться в памяти Людей Добрым Справедливым Богом А местный Фильмовый Кира Творит Немыслимую Ахинею Манипулирует Наоборот Им Все подряд Творит Херню На каждом Шагу Ничего Не продумывает Вы бы ещё Видели Как он Бегает В конце Фильма Это просто Какой-то Тюфяк Если В аниме Он спортивно Подкованный Был Атлетический Сложенный Лайт То это Натуральный Жирный Ботан Просто Вот Кусок сала Бегает Он бегает Как девчонка Блять Что это За ёб твою мать Что это Я Я Я почти Два часа уже Блять Почти два Сука часа Это максимум Треть фильма Я Почал Так сказать Потому что Когда Когда появляется Эль Начинается Тотальный Ад Израиль Во-первых Он Негр Почему Блять Он не мог Быть азиатом Ускользает От моего Понимания При этом При этом Он Скидывает Лайту Ложную Инфу Поскольку Лайт Залез Мистическим Образом Не показали Как он Это сделал Блять Но через Инфу Своего Батя Каким-то Образом Залез В полицейскую Базу Данных Оттуда Черпал Уже Имена И Фотки Преступников И тем самым Их Карал И вот Через эту Базу Эль Подкинул Лайту Каких-то там Японских Мафиози У которых Было Два Клана У которых Между собой Было Перемирие Давным Давно И в общем-то Они никому Не мешали Вот И Подкинув Эту инфу Он точно Выяснил Где Конкретно Находится Лайт То есть Выяснил Что В Сиэтле Ну а Сам Эль Физически Зачем-то Хер знать Зачем Блядь Но он Приперся Вот его Первый раз Показали Именно на На месте Вот этого Преступления Где два клана Японских В каком-то Стрип-клубе Друг друга Выпиливали При этом Он уже Уже Ходит В этой Водолазка Там Или шарф У него Натянутый По Самой Брови По сути То есть Он уже Прячет Своё Лицо Зачем-то Зачем Непонятно Ну По идее Его никто Не знает Как он Выглядит Вообще Что это Да По аниме Эль Типа Даже Самые громкие Дела Которые он Решил Для ФБР Там Для ЦРУ По поимке Какого-то Синдиката Там Наркокартеля Еще Кого-то Его Мега Эффективность Этого Эля Показали Тем Что Он даже Из Квартиры Своей Условно Не выходил Его Никто Не видел Он Со всеми Оперативниками Общался Через Ноутбук На котором Был Логотип Эль И они Только голос Его слышали Измененный Причем Его лицо Никто не знает Для конспирации Его настоящего имени Никто не знает Для конспирации И Физически Вживую Он показался В аниме Только тогда Когда никаких Других способов Выявить Киру Доподлинно Уже не осталось И когда У него Единственный Подозреваемый Основной Скажем так Оказался Лайт Ягами Он Сам Внедрился К нему В школу Как Типа Ученик Да И втерся Попытался Втереться К нему В доверие И Прямым Текстом Сказал ему Что типа Я думаю Что ты Кира А Лайт Естественно Все отрицал И Повернулся Таким образом Что Там На протяжении Первого сезона Этот самый Эль Его там Постоянно То подозревал То не подозревал То отводил Лайт От себя подозрения То опять Тучи там Сгущались Потом он Опять ловко Их отводил И так далее И тому подобное То есть у них У обоих На этой почве Была паранойя Но Эль точно знал Дедуктивным методом Вычислил Что Для того чтобы убить Кого-то Кире Нужно знать Имя его Вот И одного лица Недостаточно Поэтому безопасно Сделал вот так Чтобы Заставить его Каким-то образом Срешить ошибку Рано или поздно Потому что Понятное дело Что Кира Будет пытаться Найти имя Истинное И вот Таким макером Эль сможет Держать Лайта Как можно ближе К себе И когда тот Сделает ошибку Выявит его Как Киру И нейтрализует Соответственно Засадит Сюрячку И так далее Кстати мне вот Что в фильме Что в аниме И что в манге Видимо Всегда было интересно А что они ему Пришьют Вот как Как юридически Можно оправдать Ну вот как они его За что они его Посадят в цюрячку Даже если он скажет Вот я Кира Вот как Блять доказать Что он это делал Вот как Ну просто вот как С точки зрения Юриспруденции Понятное дело Что в сериале С течением времени Все Пришло к тому Что любой Из оставшихся В действии Сотрудников Правопорядка Киру просто Пристрелит Без суда и следствия Вот как только узнает Что вот это Тот-то или тот-то Кира Да То есть вот он Никаких ни судов Ни следствий Ничего не будет Просто пристрелит И все Как собаку Вот Ну Исходя из всего Того что он сделал Поэтому Там уже понятно Было ближе к концу Но вот в начале Не вполне ясно А что вы ему Предъявите Блять Вот как вы докажете Что он их убил Но это тогда еще И тетрадь смерти Очевидно Должна попасть в руки А Рюк Этого явно не допустит Исходя из логики Этого фильма И убьет всех Всех Потому что он Вполне себе Может убивать Кого хочет В общем-то Вот Хотя нам потом Как бы показали Что вроде как Нет Но на самом деле Мы понимаем Что он может По крайней мере Тоже манипулировать Не хуже Чем все остальные Да Типа И сделать так Чтобы все Лишние умерли Вот Нет Блять Так вот Там Эль Короче шифровался Изо всех сил И только когда Уже вынужден был Показаться Лайту Он это сделал А до этого Никто в мире Вообще Кроме его помощника В Атабе Не знал Как он выглядит Блять А имени его Не знал Никто вообще Или в Ассаре Там какого Неважно А здесь Он вот Его сразу Показали На месте Преступления Не грилу этого Он Ужимки Повадки Сохранил Из-за неме Да Типа он там Ходит так Странно Ну Это опять же Такой прямой Примитивный Достаточно ход Показать Что он не такой Как все Да Типа Что у него Не лады с головой Вообще-то И так далее Что он такой Немножко не в себе Но при этом Все равно гений То есть У каждого Из этих Выходцев Этого Приюта Выше упомянутого У них у всех Свой бзик был Вот Эль например Жрал все время Слайдости Всякие Там Его младший Коллега Там С каким-то Игрушками Играл Там Какие-то Блять Кубики Там Какие-то Машинки Еще какая-то Херня Еще один Что-то другое Делал И так далее Неважно Они все Были ебнутые На всю голову Ну и Соответственно У них Он такой был Несуразный Но при этом Умел драться Неплохо То есть Владел Там тоже Каким-то Каратэ Непонятно Кунг-фу Условно Потому что В какой-то момент Они подрались Слайдом Типа В анимешке Для того Чтобы Эль оценил Его Просто физическую силу Сможет ли он В случае чего Его Во-первых Обузнать Если вдруг узнает Докажет Что он действительно Кира Во-вторых Типа бой Насколько я помню Он мотивировался тем Что типа бой Хорошо показывает Мыслительный процесс Оппонента Да Ну С точки зрения Восточных единоборств Что-то такое там было Не суть важно Вот Ну и в общем Вот он так странно ходит Просто И очевидно Все знают Кто это Да То есть Вот кто это Там внезапно Херо Херо появился Ну из этих Из героев сериала Ну минуту буквально И потом он пропадает С листов С повествования Блин И вообще не появляется Что это Блять А зачем вы его звали Ну У него Он После героев Примелькавшаяся Азиатская морда На кой хер Вы его позвали сюда Чтобы он минуту Снимался всего Я не знаю Короче Эль показывает Тоже какого-то дегенератора Который вроде как бы гений Там Сразу догадался Что Лайт В Сиэтле Сразу догадался Что Ну это за кадром Понятно Он там где-то догадался Догадался Что ему Что Кире Нужно знать Там Имя И Лицо видеть Да Поэтому Когда Сам Эль Толкал пафосную речь О том Что мы поймаем Киру Типа его не убили Потому что он был с закрытым лицом Опять же с шарфом Или с воронятником Там Не важно Вот Когда блять Не убили Ну да В то же время Он какую-то Тотальную херню творит То есть вроде Его хотят Выставить гением Но тут же немедленно Там Кира Берет под контроль Этого его Дружбом Ну этого Коллегу В Атаре Блин Вот Просто вписывает его имя И пишет Значит в тетрадь И пишет В конце своей жизни В Атаре Там Был одержим Идеей Раскрытия Подлинного имени Эля И поэтому Поехал там Позвонил По такому-то Такому-то номеру И раскрыл всю эту информацию Значит тому Кто на том конце Провода Да А потом там умер Да Из серии Я так Что блять Ну это же Не настоящее его имя Блин В аниме Это был Это коллегуха была И вполне логично Блять Потому что Если у Эля Не настоящее имя То про Ватаре Знают решительно все То есть его там Чуть ли не в интернете Показывают И называют Вот это Ватаре Да Типа из серии Там в новостях Его показывали И это оказывает У него настоящее имя Односложное Просто одно Что это блять Что это Ватаре блять Да Что У японцев Вообще-то Есть и имя И фамилия У всех То есть Это как у бразильцев Вот эти всякие Футболисты там Кака блять Там Рональдиния Блин Какой-нибудь Рональдо Пеле Вот эти все Они же Ну Это псевдонимы Все Блин У них там настоящие имена Есть Просто их обычно Столько Поскольку они Эти латиносы Блять Что они Не влезают В футболку Блин С двух сторон Писать надо Блять Поэтому они Звучные Звучные Вот такие имена Делают Пафосные Так и здесь Ватаре Это просто Кликуха А тут она Неожиданно Оказывается Блять Настоящим именем А почему Эль тогда Не подумал О том Чтобы дать Ватаре Кликуху Ну Блять Он что Ожидал Что Блин На него Не попытается Кира выйти Блять Через Через Этого Ватаре Блять Что ли Ну тогда он Дурак Просто Тупой Идиот Блин Что это Блять Я Я просто Потом Блять Он типа Говорит После того Как это Батя Лайта Тернер Блин Какого там Полицейский Вышел Со своей Пафосной Речью Его никто Не убил Эль такой Немедленно Немедленно Такой Говорит Кира Это Это Лайт Тернер Мотивирует Это тем Что Старшего Тернера Никто Не убил А все Это происходит После того Как Кира Ушатал Там 12 Агентов ФБР Которые Слежкой Занимались Причем Лайт Думает Что это Самолично Самовольно Рюк Их Ушатал А Рюк Только Цинично Посмеивается На вот эти Предъявы То есть Вот Ушатали Этих ФБР Щиков И Значит Пафосный Мотив Пафосных Речей Заключался В том Что Типа Вот Посмотрите Ваш Кира Мудила На самом деле Никакой Там Не спаситель Потому что Уже культы Там пошли Кира И так далее Там Граффити На стенах Начали писать Кира Спасает Многие Полицейские Там В новостях Показали Коротенькую Коротенький Новостной Сюжет Что Типа Полицейский Говорит Да Кира Молодец Уровень Преступности Просто Упал Вот так Ну такая Типа Псевдодокументалистика Тот факт Что вообще Это не надо было Именно так Показывать Ну это Ладно Это уже Молчим Что вообще По другому Это делается Например Это делается Как в Емэ Блин Что типа Когда собирали Команду Из Вот Которая Отдельно Занималась Специфическим Делом Киры Да То есть В нее Вошли Кто Те Кто Не боялся Умереть От Киры И Те Кто Типа Его Не поддерживал Естественно В то время Как Большая часть Полицейских Просто Прямо Сказала Либо Извините Но Кира Нас Просто Убьет Поэтому Я В этом Вот В этом Участвовать Не буду А Другая часть Сказала Да Блядь Я вообще За него Без затей Ну он Молодец Хорошее Дело Делает Вот И Вся Вот Эта Организация В итоге Вот Этот Она Как бы В отдельную Юрисдикцию Отошла И все Оплачивал Л Лично Отстроил Целый Небоскреб Ну или Не отстроил Может быть А Перестроил Какого-то Другого Передел Но по-моему Я слышал Помню фразу Такую Занимаешь Что он Именно Построил Небебенный 50-этажный Небоскреб Для пяти Человек Зачем Не знаю Ну не пяти Там восьми Человек Хорошо Опять же Зачем Понятия не имею Ну вот он Богатый Поэтому Можешь себе Позволить И все остальное Можешь Позволить себе Им оплатить Деньги Пенсию Зарплату Все Оборудование Главное Киру поймать Остальное Неважно Правительство Мира Нам компенсирует Потом все А тут Какого-то Негрилу В новостях Показывает Который говорит В полицейской форме Говорит Кира молодец Ну типа Окей Ну это по-идиотски Выглядит Не так это делается С умом Надо подходить К этому вопросу Ну а от кого Я жду это Ума какого-то Я не знаю В общем Типа Вот этих ФБРщиков Ушатали И после этого Пафосные речи начались И вот Эль говорит Поскольку этого Тернера старшего Не убили То значит Кира это Лайт Да схерали Вот просто Схерали Допустим Ты можешь Блять Привязать К этому Что У Кира Должен был Быть доступ К Этим Архивам Полицейским Да А у Лайта Он теоретически Мог быть Допустим Но Типа Убить или не Убить Этого Тернера Это Не обязательно Быть именно Лайтом Он мог Настоящий Кира мог Например Не смотреть Телевизор Блять В этот День Вы же В аниме Например Показывали Специально Что вот Мы крутим Этот сюжет Раз за разом Раз за разом Чтобы Именно Кира Не пропустил Увидел Да Или там На всех каналах Сразу Ну что-то такое Делаем Или там Заранее Предупредим Что вот У нас будет Особое сообщение Тогда-то Тогда-то И мы Сообщение О том Что будет Сообщение Транслируем Регулярно Не дай бог А тут Просто один раз Сюжет Показали По телевизору Ну типа Кира мог Не смотреть В этот момент Телевизор Ну если Вы определили Что это Просто человек Обычный Без каких-то Сверхъестественных сил Божественных Неважно Каких Они именно так и говорят Прямо тебя Ну это просто Какой-то Обычный гражданин Как мы с вами Просто мудак Да и мразь И подонок Вот так они говорят Окей Вот он мог Не смотреть телевизор Он мог решить Просто поржать Посмотреть Поржать Типа Да что вы мне сделаете Из серии Блять Да ну Ну и насрать На этого мудака Который мне угрожает Ну и что блять И что Он мог просто решить Его не убивать Зачем Для этого Надо быть лайтом Когда нечто подобное Случилось В аниме Это только Добавило процентов К вероятности Теории Того что Правдивости Теории В том что Лайт Это Кира И потом Эль Раз за разом Пытался Эту теорию Обосновать И перепроверить Блять Дополнительными Доказательствами Внести В эту всю Структуру Блять Так сказать А не так Блять Вот Это блять Кира Ну что вы несете Блять Ну опять же Я все могу понять Полтора часа У вас хронометража Было Было всего Но это же ахинея Блять Это просто ахинея Это блять Доказательная база Ваша Привязанная Ни к чему Вообще Просто к пустоте И к вакууму Блять Ну я На этом этапе Понятно что Не ждал уже Каких то Глубин Значит Интеллекта Блять А вот от этого Всего Ну это же просто За гранью Блять Просто Ебогу Кто так делает Я не знаю И там блять Ну ладно Я думаю более чем Два часа Потом он Главное Эль Это Тупорылый Блять Когда забирает Васаби Ватари этого Ватаги Как его Не важно Врывается В дом К Лайту Блять Когда тот С батей Что-то там Обедают Что такое Что-то А или Выпускной Обсуждая Да Врывается Говорит Мне надо С тобой поговорить Типа А ты Женщина Уйди Да ему Было бы Похер Вообще-то Вот Анимешному Элю Грамотными Грамотными Манипуляциями Вывел его Так сказать Из душевного Равновесия Поскольку эмоции Были по сути Его слабым Звеном Этого самого Рюдзаки Эля Ну и типа Вот И он Втерся в доверие И Как бы Себя Другом Рюдзаки Ставил Да Вот Ну Так было Параллельно При этом Отводя Делая вид Что он сам Охотится за Кирой Параллельно Отводя Разными Личными Способами От себя Подозрения В тех или иных Интригах Блин А с той или иной Степени Изощренности Блин А тут Этот Мудлан Просто Врывается В дом Блять К Лайту Отсылает Эту тёлку Блять Ну Если ты Подозреваешь Лайта Почему ты Почему ты Уверен Что Эта тёлка А ты знаешь Прекрасно Вот Что они Встречаются Там и так далее Да Потому что Ну Слежка Что они Не заодно Например Что его Батя Не заодно С ним Ну С чего ты Так решил Вот С чего Вот он Так Грамотно Шифруется Скандалы Интриги Сука Расследования Вот Батяня Сказала Блять Почему ты Решил Что Вот они Все Например Ну Не в одной Секте Блять Киры Допустим Вот Схерали То есть Ты отослал бабу И дал ей Прекрасный Способ Унести Тетрадь Смерти С собой Пока Обыск Шел В доме Ну Это Идиот Блять Который Творит Идиотию А то Что он Негр Ни хера Не помогает Блять Почему он Негр А не азиат Ладно Лайт Там Американец Был бы Ну Хер с ним Блять Почему Эль Не азиат Понятия И этот Негр Он такой же Бездарь Блять Как и все Остальные В этом сериале Единственное Кто там Хорошо играет Это батя Лайта Знакомая рожа Актера Довольно Примелькавшийся Известный Довольно Мужик Честно сказать Имя его Сейчас не вспомню Абсолютно И ватарик Которого Тоже Играет Кто-то Тоже Известный Мужик Ну Тоже Я не узнаю В гриме Но он сыграл Как полено Ну От него В общем-то Ничего другого Не требовалось Ну вот Конкретно Батя Лайта Нормально сыграл Например То есть Вот он Врывается Дает повод Ты не знаешь Опять же Как Кира Убивает С твоей точки зрения Это может быть Все что угодно Вот у него В комнате Рубильник Может стоять Вот он Дергает рубильник Произносит имя Человека Представляет себе Его лицо И он умирает Это ты знаешь И он Отсылает эту бабу Которая Неизвестна Подельница Или не подельница Лайта Про которого Ты уверен Что это Кира И даешь ей Прекрасный Способ Заместить следы Пока ты там Обвинение Предъявляешь При бате Ну что это за Бред вообще Ваш сын Грит Кира Этот охеревает Естественно Понятное дело Что С чего В аниме Например Он там Все по полочкам Немедленно Разложил Все тоже Охерели Немного Но он Сразу Без Бедняков Как только Они начали Работать Он сразу Или почти Сразу Сказал Или как только Они команду Собрали Он сразу Сказал Я считаю Что ваш сын Может оказаться Кирой Он такой Да что ж Ты такое Говоришь Как может Сын начальника Такой Представительный Идеалистический И настроенный Юноша Может Как это Интеллектуал Возвышенный И все такое Может оказаться Кирой Не может быть Рюдзаки Ты бредишь И так далее Но он тут же По полочкам Разложил Все аргументы И там Батя Встал В позу Самурая И сказал Я Сделаю Все возможное Чтобы отвести От него Эти самые Подозрения Доказать Что он Не виновен А если он Виновен Я лично Его посажу Ну я тебе Буду Я тебе помогу Потому что Уверен Что мой сын Не виновен Помогу тебе Жучки усновить У него Слежку В комнате Потому что Говорит Я принципиальный Но не дебил Вот дайте мне Доказательства То есть Предъявите Пожалуйста Теорию Ты хорошую Конечно Выдвинул Рюдзаки Но вот Пожалуйста Давай докажем Это вместе Или докажем Отсутствие Доказательств Вот Вот это А тут просто Что это Предъявил Сходу Естественно Тернер старший Немедленно Вломил Этому Негрил С возгласами Да ты че Охерел Негрила Да То есть Типа Ну Что это Блядь Такое Вообще Это никак Не помогает Блядь Раскрыть у персонажей Абсолютно Блядь Бред Ебаный А это Тетка Блядь Мия Блядь Стырила Книгу Блядь В это Время Там Вписала Кучу Ахинеи Туда Хотя Вроде Как Вписывать Туда Может Только Блядь Владелец Тетради А не Пойми Кто Блядь Ну Вот По логике Этого Фильма Вписывать Может Только Владелец Я не помню В НВ Как там Было Но То же Самое Было Там Вписывать Может Только Владелец Блядь И Если Абы Кто Будет Вписывать То Это Ничего Не Произойдет Блядь Ничего Сучится Просто Она Не Являясь Владельцем Вписала Имена Блядь Всех Этих ФБРовцев Ну А не Рюк Как Думал Лайт Блядь Писала Этих ФБРовцев Потому Что Ну Сказала Хоррэ За нами Следить Блядь Из серии Точнее Вписала Сначала Одного Причем Написала Ему Что Типа Он Перед Тем Как Умереть Там Сбросится С крыши Раскроет Имена Своих Остальных Коллег Да А те В свою Очередь Раскроют Имена Этих Самых Начальника Да Что-то Подобное Приблизительно Было И в аниме Тоже Да Но Это сделал Сам Лайт Чтобы Вывести Из игры Просто Решительно Все Вот Лишние Силы Да Оставить Только Вот Эту Команду Расследователей Которые Он Сам Внедрился И Вот Одним Ударом Он Избавился Ото Всех Угроз Решительно Кроме Тех Которые У него Буквально Под рукой Находятся И Которые Он Может Контролировать Как Он Считает Вот И Он Особо Не Терзался Блин Этим Но Просто Сказал Ну Вот Извините Мне Пришлось Уже А Здесь Этот Лайт Устроил Местный Лютую Истерику В том Слышке Что я Хороший Парень Я Типа Не Буду Тут Понимаете Ли Представителей Правопорядка Что это Вообще Я Это Не Я Типа Я Только Преступников Карая Ну Какую-то Херню Начал Нести Откровенно Говоря Вот И Оказывается Вообще Что это Баба Все это Сделала Да Потом Его же Собственное Имя Вписала Обозначив Срок Чтобы Он Чтобы У него Тетрадь Забрать При этом Несет Херню Типа То я Люблю Тебя Я Не Люблю Тебя Блять То Отдай Тетрадь Спасибо Иди Нахер Истерить То Блять Давай И там Что-то Еще Блять Бред Вообще Блять Какая Разница Кто Кого Любит Это Вообще К делу Никакого Отношения Не Имеет Ну Блять Ну это Просто Вы Какую-то От себя Тину Порите Никакой Связи С сериалом Блять Не имеющую Что Это За Херня Блять Пиздец Блять Я Я Я Просто Не знаю Блять Что Это Такое Блять В итоге Короче Естественно Лай Там Повернул Это Все Таким Образом Что Свою Подругу Он убил Я Сначала Думал Что Самое Лучшее Что Он Может Сделать Это Типа Свалить На Нее Вину Что Это Она Кира Дать В Доступ Как В сериале Было Дать В Доступ Команде Расследователь Трайт Смерти Блять Запутать Следы Как Следует Потерять Всю Память Об Этому Поскольку Он Больше Чем Семь Дней Не Держал При Себе Там С помощью Манипуляций Засадить Самого Себя В Карцер Типа На Достаточно Срок Чтобы Сработало Вот Это Правило Семи Дней Блять Чтобы Оно Точно Сработало На Миссу Блин Чтобы Все Нихера Не Понимали Что Происходит Почему Они Сначала Говорили Одно А потом Как Другой Человек Просто Запутал Следы Так Чтобы Все Ничего Не Поняли А Тетрадью Смерти В это Время Пользовался Другой Владитель То есть Он Выдрал Листки Оттуда Передал Какому-то Левому Парню Чтобы Его Потом Схватили Назначили Виноватым А Сам Кира В итоге Вышел Сухим Из воды И При этом Какие-то Преференции Для себя Выработал А-ля Ту или иную Информацию Или Очередной Отвод Подозрений Уже Окончательный А тетрадь Была В руках У Рюдзаки Все Этого Рюка Видели Даже Тот Факт Что Сука Не обязательно Быть В Аниме Не обязательно Было Быть Владителем Тетради Чтобы Видеть Рюка Достаточно Было К ней Прикоснуться Более Так Можно Было Выдрать Кусочек Страницы От этой Тетрадки Прикоснуться К другому Человеку И он Будет Видеть Рюка И сможет С ним Разговаривать И слышать Естественно Здесь Вообще Нет Зачем Вот Зачем Зачем Все Это То есть В итоге Получается Так Бабу Убили Не свалив На нее При этом Всю вину Причем Он там Написал Какую-то Херню Что Типа Они Залезут На колесо Обозрения Колесо Обозрения Выйдет Из строя Мистическим Способом Разломается На лопопам Во время Этого Разлома Мия Выпадет Из Гондолы Блять И упадет Вниз Ушатавшись Об причал Об пристань Блять Да Эту Где стоит Парк развлечений Сиэтловский При этом При этом Во время Во время Падения Она Вырвет Лист С именем Лайта Из Тетради Смерти А если Вырвать Лист Изжечь его Тогда Приговор Аннулируется Ну если Успеть Там За какой-то Срок Причем Можно Вырвать Только Один Лист То есть Если Вписал Имя Вырвал Изжег И кого-то Спас То потом Если Ты кого-то Вписал То все Уже Извините Он Сдохнет Вырывай Не врывай Насрать Да То есть Ты не можешь Это Предотвратить Что это За правила Высосанные Из хера Кто их Придумывает Что это За параша Ебаная Я не знаю Не важно Сейчас еще К этому Вернемся Ненадолго В общем Она В падении Вырвет Лист С именем Лайта Который Само Выпилится В свою очередь А Лайт Упадет Вместе С ней Но попадет В воду Его спасет Какой-то Мудак Который Лайта С помощью Медикаментов Какой-то Доктор Преступник Из этой Базы Который С помощью Медикаментов Ведет Его в кому На два Дня Потом сам Покончит Женцем Убийством Затем Другой Человек Подберет Тетрадь Станет Ее временным Владетелем И будет Пока этот Лежит в коме Убивать Других людей Тем самым Отведя Подозрение От Лайта И тоже Потом Покончит Женцем Убийством Перед этим Типа Вернув Тетрадь Подозреваемому По деле Акири Типа Что Почему Такая Что это А если бы Подозреваемых Все еще Было бы Несколько И откуда Вот этот Левый Мужик Пускай Даже Это очень Сильное Колдунство Но откуда Он может Знать Кто Является Подозреваемым По делу Киры Вот откуда Даже Одно Из правил Гласит Что Невозможность Типа Если вы Впишете Невозможную Причину Смерти Или там Рюк говорит Если ты Впишешь Невозможную Причину Смерти Например Сидя на толчке Чувака Сожрали Акулы Выпрыгнувшие Оттуда То ничего Не произойдет Да То есть А тут Получается Что он Знать Вообще Никак Не может Кто Является Подозреваемым Откуда Вот этот Сантехник Знает Кто Является Подозреваемым Вы что-то Об этом По телевизору Может быть Рассказывали Нет Вот В аниме Нам Это Как бы Осветили В какой-то момент По-моему В той В той или иной Степени По крайней Мере Ну нет Вы не показывали По телевизору В новостях Например Главным Подозреваемым Является Лайт Ягами Откуда Он знает Кто подозреваемый Кому Надо Нести Тетрадь Это Типа У него Должен Бы 404 Должен Случиться Страница Не найдена Сука И все И вся эта Цепочка Нахер Что Это Ну вы За кого Нас Держите Ну Хотя бы Вот в отрыве От всего Ну это же ахинея Блять В отрыве От аниме Похер Ну а Вы сами Говорите Сначала Одно Блять Потом Вот такое Происходит Это что Блять Что Это И в общем С помощью Вот этого Всего Вот этих Манипуляций Типа Кира Выходит Сухим Из воды При этом Эль Не убивает Его выгоняют С позором Типа Да Что ему Там Какой-то Очередной Шеф полиции Предъявляет Что Типа Вот Посмотрите Лайт В коме Типа И ты Нам вообще Ты Слышишь Малолетний Негрила Давай-ка Вали отсюда Потому что Ты Наворотил Сейчас Дров Тут намолотил Блять Если мы тебя Еще раз увидим То мы тебя Беззади пристрелим Настолько Ты нас Выбесил И Все твои Покровители Высокие Блять Которые у тебя Несомненно Есть Тебе Нахер Не помогут Блять Так что Вали отсюда Негрила Нахер И значит И он И он свалил То есть Сел в самолет И попытался улететь Но потом У него Случилось то Что алкоголики Называют Просветлением И он вернулся Но Анимешный Эль Сказал бы Во-первых У вас нет Такого Авторитета Ну Полномочий У вас таких нет Чтобы меня выгнать Потому что Его полномочия Были Надо всеми Над ФБР Над ЦРУ И уж тем более Блять Над НБ Блять Над СБУ Блять Над ФСБ Над Блять Штази Я не знаю Надо всеми И уж тем более Над полицией Там Не важно Токио Или Сиэтловский Да ни один Блять Чиновник Не мог ему сказать Отъебись Просто Не мог Физически Блять Потому что у него Индульгенция По сути Там Ну будем говорить От лиги наций Блин Вот Просто Вот так Без затей И даже если бы Этого не было Блять Анимешный Эль Немедленно Предъявил бы Аргументы Что это может быть Потому что Вот так Вот так Вот так Надо перепроверить Ибо я считаю Что может Вот теперь Может По цепочке Случится вот это Вот это И вот это Или вот это Ну и так далее Надо продолжать Расследование Харе Тут Истерить Отбросим эмоции Косяк был Забыли Проехали Идем Работаем дальше Вот так Было бы В аниме И так и было То есть Несмотря на Весь этот авторитет Он Объективно Логически Обосновал Своим коллегам Которые под его Началом Работают Вот этому самому Бате Лайта И всем остальным Что Ну да Немножко Косячок вышел Но я считаю Что из этого Следует Вот это Вот это И так далее Потому что Он умный А не такой Тупой мудак Как этот негр Как здесь Что вы нам Тулите Бляди Это Йоп Так И в итоге Вот Я все время Хочу Один вопрос Вот задать Создателям Ну Хорошо Вы знали Что вам Не хватит Хронометража Полутора часов Чтобы даже Первый сезон Грамотно Впихнуть Картина Заканчивается На Клиффхенгере Так называемом То есть Она обрывается Ни на чем Да Типа Лайт Лежит в коме Его батя узнал Что Лайт Это Кира Приходит Рюк И говорит Вы людишки Такие интересные Имея наверное Ввиду Что то Что нам еще Неизвестно Что написано В тетради Эль жив Находит Лист Тетради Заначенный Этой бабой В Учебнике По алгебре Вот таком Блять Что это за Учебник такой Вы кто нибудь Видели Вот такого Объема Учебники Блять По алгебре Для Очень средней Школы По алгебре Блять Даже в универе Таких толстых Учебников Нет Что это Блять Даже Блять Поэтому У них там Не алгебры А что там Ну высшая Математика Эти все Пределы Вот это все По вышке Блять У них даже Нет таких Учебников И вот он Находит там Лист И фильм По сути Обрывается На том Что он Явно хочет Вписать туда Имя Лайта Тернера Потому что Переживает Очень сильно Из-за смерти Ватаре Который бездарно Почил Из-за Вот того Что это Оказывается Его настоящее Имя Какой-то бред Ну типа Что это Ну Блять Ну Анимаш Не допустил бы Вот этого Развития События Что это такое Бля И главное Как батя узнал Что типа Лайт Это Кира Говорит Я Ты Ты Это Он Это ты Все это время Как ты узнал А вот Блять Из-за метку Говорит Нашел в твоей Комнате Блять Вырезанную Из газеты Да Где дело Там У него в сейфе Лежало дело Вот этого Мудака Который Его жену И мать Лайта Соответственно Ушатал На машине Да Вот этого Мудня Которого оправдали И он Откупился Точнее Да И вот Лайт Выкрал Это дело Из сейфа Зачем-то Оставил Его себе Убил Блять Этого Мудака Замстил То есть За мать И после этого Оставил себе Вот это Все Дело Эту Вот эту Вырезку Из газеты Очевидно Он отдельно Оставил Может быть Дело Он обратно В сейф Положил Нам этого Не показали Ну вот Отдельно Вот эту Заметку Он оставил Зачем Она ему Нужна была Изначально Он прекрасно Знал Кто этот Человек Как его зовут И как он Выглядит Потому что Он только что За ужином Предъявлял Бате Что тот Мудака Не смог Его осудить Зачем Блять Ну вот Батя нашел Эту Эту хрень Эту вырезку Из газеты И говорит О Точно Первая жертва Была Не тот Мудак Который Честь Отдавал Не тот Мудак Который Честь Отдавал Да А Блять Вот этот Наш С тобой Этот Обидец Обидевший Нас Мужик Поэтому Это ты Я Такой Охеренная Логика Блять Вообще Ему в голову Конечно же Не приходит Что Что это Блять Что это Типа Это самое Может быть Не он Что это просто Ну вот Он у него заметка Оставил Вот он Переживает Очень Ну осталась У него заметка И что теперь Что теперь Чего это Доказывает Извините Тут Меня домогаются Что это Доказывает Как Какие Еще Логические Обоснования Кроме Этой Заметки У тебя Есть А там Мужик Умер Типа Что Его в ресторане Толкнул Официант И он На нож Упал Который В руках Держал Потому что Он Стейк Там Какой-то Жрал То ли На нож На вилку Горлом Упал Типа Ну шеей И проткнулся И сдох Ему там Еремную вену Блять Проколол И он Помер Ну может Это был Несчастный Случай Чего ты Блять Решил Вот Что Это За Херню Блять Вы нам Рассказывайте Сейчас Ебана В рот Блять Ну Я честно Говорит Думал Вот Это Вот значит Фильм обрывается Блять Я думал Ну хорошо Хорошо Блять И так Это говно Не имеет Ничего Блять Общего С Аниме Блять Допустим Хорошо Эль не умрет Окей Вот он победил И все Блять Потому что Кира тупой Мудак Так и есть Вот он тупой Дурак Поэтому Эль победил В отличие От Аниме И вот Он нашел Этот Лист И значит Вписал Туда Имя Лайта А вписал Он что Типа Его Батя Убил Лайта Подушкой Задушил Допустим И там Душераздирающая Сцена В больнице Потому что Его батя Явно Может сыграть Такую Лайт Нет Но Батя Может Хотя В самом Конце Он Как-то Не Выглядит Каким-то Ошарашенным Охеревшим В край От того Что Узнал Что Его Сын Это Кира Ну То есть И вот Это Было бы Достаточно Логичное Завершение Этой Ахинеи Киру Подушкой Того Этого Батя Находит Тетрадь Смерти И вот На этом Идут Титры И появляется Рюк И говорит Привет И батя Многозначительно На него смотрит Все Черный Кран Титры Пошли Ну Это Хотя бы Более Менее Выглядела бы Исходя из той Ахинеи Которую Нам показывали До этого Более Менее Блять А вместо этого Просто Вот Херак Клиффхангер Блять Ждите Продолжения Ну так и вот Возвращаюсь Я все время Задаюсь Мыслью Если вы не могли Уместить это все В караментраж И вот таким образом Уже знали Что вы таким образом Закончите вас Блядский фильм Ну сделали Бого два часа Ну Полтора часа Ахинеи Или два часа Ахинеи Какая разница Если уже Ахинея И так и так Вот тотальная Блять Короче Ну чтобы Завершить Сюжет Или сегмент Сюжета Ну хорошо Если вы уже знали Сделали бы сразу Сериал Почему не сериал Блять Полнометражный сериал Сделали бы там На шесть серий По часу каждая Все разложили бы Грамотно Блять Ну сделали бы там Упростили что-то Где-то Да Ну сделали бы Нормальный четкий ремейк Не с азиатскими Актерами А А с Вот Англосаксами Всякими Да что мешало-то Если вы все равно Фильм обрубаете Хер помимо о чем И очевидно Хотите сделать еще один Но бюджет У двух полнометражных Фильмов Полтора часа Примерно такой же Самый Адекватно Равен Блять Шести часовым сериям Ну по съемкам Да вот По цене съемок Примерно вот Равнозначен Трехчасовой Полнометражный фильм И шесть часов Вот сериала Условно Да Ну вот примерно Можно считать что Потому что подписывая Контракт на сериал Это сразу Типа Другие расценки Ну вот У актеров Режиссеров Операторов И так далее Это другие расценки Просто Поэтому это дешевле Блять Априори дешевле Это всем известно Короче Вот почему тогда Вы не сняли Это вот Просто сразу Шесть серий сериал Что это за херня Зачем это так сделано И для кого Главное Опять же для кого Блять Да для кого Для тех кто не смотрел Хорошо Рассмотрим Вот рассмотрим Вот этот фильм Вот очень коротенько Быстренько А то два с половиной часа Уже пиздец У меня уже горло болит Тейбога Вот рассмотрим Отринем все Все отринем Блять Как создатели Блять Интеллект Отринули Вот так и мы Все отринем Блин Давайте рассмотрим Этот фильм В вакууме Вот фильм С немножко кровищей Рощлененкой Для подростков Сценарная логика Отсутствует полностью Сразу Кто такой Рюк Откуда он взялся Почему это работает Блять Почему это работает Именно так Нихера не объяснили Блять Кто он такой Показали один кадр Блять Где Лайт в кафе Листает книгу Про Про Японию Что-то там Да И типа там Про богов Японских И там прям Рюк нарисован Ну Хорошо Почему он здесь Почему он в Америке А не в Японии Блять Ну обосноваться Хоть как-то Нет Зачем Не надо Блять Лайт Тупой дебил Ну то есть Мозгом обделен полностью Сопереживать ему Невозможно Просто невозможно Он ставит Невыполнимые задачи Блять И неясные цели Преследует Кроме каких-то Очень сильно расплывчатых Типа Всем добра Блять И чтобы никто не ушел Обиженным Да Из серии Ну Модест Матвеевич Все что Вы нам Блять Советуете Это какой-то Болезненный бред Ёб твою То есть Персонаж Раскрыт Никак Собереживать его Невозможно Он дебил Он просто творит Херню Блять Он под каблучник Кто 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 Что Блять Напарник Напарник Напарника Блять Блять Себе Пиздой Да То есть Вертит им Как хочет По сути Садистская Беспринципная Мразь Убила Блять ФБРщиков От чего Ну Стражи Правопорядка От чего Блять Лайт Всеми силами Блять Отнекился Истребался То есть Ей сопереживать Ну Просто Невозможно Она мразь Без затей Она просто Тупая мразь Тупорылая Вот На всю башку Блять Просто Малолетняя Идиотка Блять Да Вставшая В позу Блять Типа Я не такая Как все Блин Сейчас Вот тут Сейчас покажу Как родину Любить Что это Блять Что это Блин Сюжет Ваш Бессвязная Блять Какая-то Муть Блин Если в отрыве Даже от аниме Просто Бессвязная Херня Блять Какая-то Лютая Нарезка Блять Какой-то Лютой Херни Блин С Храплениями Расчлененки Блять С отвратной Еще и до кучи Компьютерной Графикой Блять Если посмотреть Как этот Трюк там Нарисован Это пиздец Без затей Как Что это Блять Даже в отрыве От аниме Это ахинея Без затей Ну просто Ахинея Директ ДВД Бред Очень сильно Категории Блять Не то что Б А категории Ху Ну понятно Что он Директ Нетфликс Блять Кстати Нетфликс Оригинал Филм Это я конечно Шучил Это я естественно Понимаю Что под Оригинал Филм Имеется ввиду Ну или если Кто-то не понимает Оригинал Фильм Имеется ввиду Что собственный Продукт То есть Произведенный Силами Нетфликса Ж Да А не Что это Оригинальные Как это Называется Оригинальная Трейдмарка Ну забыл опять Слово Не важно То есть Бред на бреде Бредом погоняет И в отрыве Даже от аниме Никакой Практической ценности Не несет Вообще абсолютно Потому что Бессвязный бред То есть Я говорю Светлое пятно На весь фильм Одно Как только Прозвучало Имя Light И показали То есть Я знал уже Что будет Light Да То есть Ну я не был уверен Я Предполагал Что может быть Они Переначат Все Да То есть Будь не L там А X Какой-нибудь Да Будь не Light А John Не важно Да Ну вот Как-то Вестернизирует Это все Ну как только Я увидел Что нет Нифига Есть Light Тернер Естественно Ну Я такой Сразу Сам себе Подумал Немедленно А это Было В том Моменте Когда он С батей Разговаривал То есть Это где-то Примерно Где-то Десятая Двенадцатая Может быть Минута Фильма Смотрю на его Батя Думаю По возрасту Подходит А мысль моя Была в чем Ну Подобное Претензиозное Имя Как Возвратитель Света Там условно Говоря Что-то Light Тернер Даже В отрыве От фамилии Тернер Имя Light Мог ему Дать Кто Какие Родители Могли Дать Подобное Имя Light Либо Хипстеры Либо Голливудские Звезды Либо Блядь Хиппи Лохматые Потому что Это сейчас Там вот Всякие Хипстеры Блядь Подвернутыми Штанами Блядь На гироскутерах С бородой И с вейпом Дают своим Детишкам Имена Типа Там Мирослав Там Блядь Что-нибудь Такое Люто Пафосное Там Какой-нибудь Доминик Джокер Блядь Или там Еще что-то Такое Ну Пиздец Короче Адовый Или там Как эти Голливудские Звезды Дают Какие-нибудь Идиотские Имена Типа Лето Ну Типа Саммер Саммер Глау Кстати Вот ее Хиппари Как раз Были Родители Или Или там Какой-нибудь Океан Блядь Ну И так далее Вот это Вот это Дикое Блядь Опять же Якобы Нонконформистская Претензиозная Херя Блядь Полная Ну Ахинея Блядь То есть Там Мадонна Лурдес Мария Хулиевна Пеппер В жопу Давательная Блядь Ну Типа Вот такое Имя Блядь И все это В паспорте У нее написано Блядь Ну а соответственно Хиппари лохматые Вот они могли Дать имя Лайт По моей логике И в какой-то сцене В дальнейшем Очень сильно В дальнейшем Фильме говорят Вот твоя мать Все-таки была Хиппи Блин Мозгом Полный Хиппизм Мозга у нее Был тотальный Я такой Ага Тут Вот это Единственное место Где я поржал Потому что Они обосновали Именно так Как надо было Обосновать С точки зрения Любой логики Блядь Вот это Имя Лайт Вот об этом Блядь Вот об этом Они подумали Вот О настолько Минорной детали О которой Из ста человек Может быть Я один только Вообще подумает Да Что типа Хиппи она была Или ее батя Или не хиппи Блядь Лохматые Вот об этом Блядь Они позаботились А о том Что блядь Ваш сценарий Неадекватная Как я Блядь Бессвязная Мандень Блядь Протухшая Блядь Со всех сторон Блядь О как завальцевал Блядь Ловко Вот это Блядь Никого не смущает Конечно же И Ебана в рот Ну Транспонируя Блядь Мысль Изначала В конец Это ахинея Ничего общего С аниме Не имеет Блядь Смотреть это Говно Естественно Не надо Блядь Ну Даже если у кого-то Есть подписка Нетфликса Блядь Просто Не надо Блядь Верьте мне на слово Тем более Что вы уже Если вы на этом этапе Меня слушаете То вы уже На час больше Чем идет фильм Меня смотрите Что Я конечно Очень сильно сомневаюсь Что кто-нибудь Таки да О силе Но тем не менее Вот Вот просто нет Блядь Если хочется Не надо Помоить себе Сознание Вот этим Говном Лучше Посмотреть Первый сезон Хотя бы Анимешки Она хоть и Для подростков Но Смотрится Прекрасно Надо просто Немножко Suspension of disbelief Включить Типа И как бы Немножко Отбросить там Некоторые Детали Да Которые Как бы Имеют Отношение К логике Ну Их можно Не воспринимать На фоне Всего остального Да То есть Сделать скидку А вот это Блядь Вот это Блядь Нахер Блин вообще Просто Нахер Я вот В результате Я сейчас Вот прям сейчас Пойду И отменю Свою сраную Подписку На нетфлик Потому что Вертело вас На одном Блядь Интересном месте Интимного характера Блядь Вот с такими приколами Блядь Вы просто Блядь Как мне в душу Плюнули С этой херней Блядь Это как вообще Так то Вот кто так делает Блядь Кто так делает Я не знаю Блядь Поэтому хватит Блядь Рейджа Ярость Тупора Блядь Ну а Соответственно На сегодня все Блядь Мне уже задрались Смски писать Пишите лайк эти видео Оставляйте ваш фидбэк Нашей книге для жалоб Для предложений А наша секция для комментов Внизу Подписывайтесь на канал Ну и до новых встреч в эфире Граждане